Я перестану быть таким вот психологом, рассвистяем на всю голову и попробую ненадолго включить умное лицо. Надолго у меня обычно не получается. В общем, всем привет и погнали работать. Я догадываюсь, что большинство, далеко не все, у вас здесь сейчас уже 111, думаю, потом будет позже, далеко не все меня знают прям хорошо, хорошо, хорошо. Кто-то, а ну напишите, кто первый раз на каких-то моих тусовках, кто первый раз на сегодняшнем большом реалити. Или кто, вот, первый, напишите, кто первый раз. Ага, есть такие, но большинство, я так смотрю, мало кто пишет, значит, большинство все-таки не первые. Нет, есть те, которые в первый раз. Не пугайтесь, пожалуйста. Ну, или пугайтесь. В общем, попробуйте не сильно испугаться. Я иногда много говорю, я очень люблю гнать, я очень люблю прикалываться, как показывает мой опыт и практика. Но чаще всего, чем сложнее материал, тем важнее иногда поржать, потому что через смех можно проработать очень многие вещи не менее эффективно, чем их можно проработать через слезы и тяжелые переживания. Поэтому иногда я много ржу, много гоню и много прикалываюсь. Но я смотрю вас на ютубе. Это приятно. Окей, хорошо. Если вы не смотрели прошлую среду, обязательно посмотрите. Мы в прошлую среду работали над внутренними причинами денег, либо их отсутствия. Сегодня мы будем больше работать про внешние. Не то, чтобы мы вообще вовнутрь не заглянули, это будет неправда. Но сегодня мы будем говорить с вами про взрослые деньги. Помните, поставьте плюсики, что вы помните разницу между детскими и взрослыми деньгами. Есть взрослые деньги, есть детские деньги, есть капитал, есть дальше нематериальные, это родовые, либо родительские деньги. Помните, взрослые деньги – это деньги, которые вы создаете. Взрослые деньги – это те, которые вы создаете. То есть, по сути, мы сегодня будем говорить с вами о том, как переставать складировать знания и начинать их монетизировать. Или о том, как взрослые деньги создавать. Я вам обещала, те, кто меня не первый день смотрит, я вам обещала на этом сегодня познакомить и с теми, кто поменял свои жизни, и с теми, кто начал как-то очень по-другому создавать свои взрослые жизни. Часть я вижу, посмотрим, как пойдет. Погнали. То, что, ну, коротко, взрослые деньги, то, что я уже начинала говорить, первое, а, создаются, б, управляются, то есть человек влияет на количество. Если детские деньги, человек не влияет на количество получаемых денег, да, есть ограниченное влияние. Ну, можно, конечно, глазки лучше построить, там, губки как-то бантиком сложить, и, может быть, денег будет больше, дети так и делают, да, но все равно это до какого-то определенного, до какого-то определенного уровня. И взрослые деньги – это такая функция разговора, общения с миром. Мне хочется сделать сейчас вот так, для того, чтобы я видела… Странно, если я как-то так сделала, но еще раз попробуем. И вот так. Нет, все равно не получается. Ну, да ладно, хорошо. Как-то так. Чтобы я не сильно косила в сторону. По сути, взрослые деньги – это партнеры. Вы будете обращать внимание, либо в работе впоследствии, либо, возможно, уже заметили. Это такие… Можно относиться ко взрослым деньгам как к ключевым показателям верности движения. Это такой GPS, да, вот я еду по своему пути. Если я по своему пути еду правильно, денег у меня прибывает. Если я где-то сворачиваю, деньги начинают давать сбой. Можно смотреть на деньги как на партнеры во взаимодействии, ну, потому что деньги – это результат обмена между людьми. Да, и это партнер, это некий эквивалент энергии обмена. То, что позволяет нам обмениваться и не запутываться в сложной математике, не знаю, морковку на картошку, кто кому сколько дал. С деньгами деньги очень сильно выравнивают балансы. Можно смотреть на деньги как на аплодисменты мира. По-хорошему можно смотреть на деньги как на язык, на взрослые деньги, язык, с которым говорит, на котором мир, хотите мир, хотите высшие силы, как хотите, можете это называть, говорит с человеком. Три основных языка, да, деньги, отношения, здоровье. То, про что мы с вами будем сегодня. Мы начнем, по сути, с алгоритма, да, как перестать складировать знания и начать монетизировать. Я вас спрашивала, даже не так, я разговаривала вчера с одним из кураторов, собственно говоря, вы его сегодня увидите, и из разговора, из наблюдений, из того, что я очень много исследую и спрос, и основные страхи людей. Да, один из основных страхов, это про то, когда человек думает покупать, не покупать, это про то, будет ли польза. Да, по-хорошему смогу ли я то, что я купил, монетизировать, либо опять покладу на полку. Так вот, мы сегодня будем говорить про алгоритм монетизации навыков и знаний. Мы сегодня, по сути, создание взрослых денег, любое создание любых денег в любой сфере, в любой сфере подчиняется этому алгоритму. Он, на первый взгляд, простой и кажется банальным, но при ближайшем рассмотрении вы обнаружите, что все не так, как кажется на поверхности, и есть куда смотреть вглубь. Я вам предложу сегодня диагностику внутренних стратегий, потому что взрослые деньги, вы же помните, это всегда самолет. Самолет имеет всегда два крыла и рационально. Это про то, что мы говорили очень много в прошлую среду. Рационально мы частично будем говорить сегодня. И я вам сегодня предложу сделать практику, такую диагностическую практику, хотя на самом деле у этой диагностики есть коррекции, возможности коррекции. И я этому обучаю на проекте «Денежные расстановки на картах». И любой мастер, практически любой мастер, который закончил и выпускник, может это делать. Мы поработаем сегодня с внутренними стратегиями создания взрослых денег. И познакомлю вас сегодня с некоторыми людьми. Есть у меня, я долго думала, ладно, недолго я думала, но думала. И есть у меня для вас сюрприз. Для тех, кто меня знает в первый раз. Я, конечно, могу много о себе говорить, перечислять там регалии, но регалии интересные, я думаю, мало. Если очень коротко, меня знают как психолога на всю голову, меня знают как горбач про деньги. Я лет 10 в теме, не лет 10, а 10 лет, я в теме психологии денег, психологии бизнеса. То есть, по сути, все те внутренние механизмы и принятия решений, которые ведут человека либо к деньгам, либо к их отсутствию. И я автор «Денежных расстановок на картах». Я не только, автор не только «Денежных расстановок на картах», я автор легендарных Кэсов, я автор легендарного «Метус бизнес-конструктор». Но, собственно говоря, по-хорошему, давайте мы просто не будем тратить много времени на то, про что я, я вас начну знакомить. Коллеги, сразу простите. Не то, что простите. Я как-то писала пост про то, как люди меняют и с чем люди встречаются, когда люди начинают озадачиваться сменой профессии. И говорила уже сегодня про то, что деньги – это, в общем, вектор и показатель на пути развития. Я говорила, я сейчас, наверное, буду периодически отключать экран, чтобы те, про кого я говорю, могли помахать ручкой и подтвердить хотя бы свое присутствие. Может быть, потом захочется что-то сказать и, может быть, еще что-то скажут. Я в подске, когда это писала, я упоминала, я больше всего впечатлила людей, я упоминала директора кинотеатра. Да, я не знаю, есть тут те, кто спрашивали, а кто такой директор кинотеатра? Я не помню, не знаю, есть ли здесь, но это людей прямо помню, что заинтересовало. Да, сейчас я выключу экран. И из тех, кто поменял жизнь, из тех, кто пошел, взял эту систему и начал ее применять. То, ту систему, про которую я буду рассказывать сегодня. Вика Добровольская, она сейчас куратор. До, это было вообще с нуля. Вика зашла, когда в проект, она говорила, не-не-не, я для тебя, я не собираюсь работать. Я еще тогда и говорила, Вика, ты будешь работать. Она директор кинотеатра, не работала онлайн, не видела перспектив, не было клиента, не было опыта. Сейчас ты практикующий специалист, сейчас она работает онлайн, сейчас она куратор проекта денежной расстановки на карты. Вика, если ты тут есть, я тебя видела, помахай лапкой. Вот она, Вика. Ну, то есть, это живые люди, понимаете, которые работали, это выпускники первого потока, которые работали просто директором кинотеатра. Ну, в смысле просто, это не просто, это о, да? Это прям о-го-го, это прям директор, по-моему, трех кинотеатров, если я могу, если я не ошибаюсь. Да-да, трех. Трех, вот, извини, видишь, я тебя чуть не... Да, то есть, ну, вот, живой человек, который работал директором трех кинотеатров, вообще не был ни сном, ни духом и говорил, не-не, я для себя, для интереса. Я так это помню. Сейчас это специалист, который круто работает и куратор проекта, ведет группу. Так, кто, кого я еще? Это вот выпускница прошлого потока, Катя Козер. Не знаю, Катюша, если ты здесь, если есть, я тебя... Потому что я не предупреждала Катю. Катя, когда зашла, это было так, ну, не особо есть уверенность, не особо понятно с практикой. Я помню, что даже была история, когда... Не очень хватало на обучение, она сомневалась, когда заходила. Она сомневалась, когда заходила, и вы видели, собственно, видео ее в канале. Сейчас это уверенность специалист метода, она за полгода увеличила доход в два раза. Сейчас расстановки – это ее основной метод, и она уже более 180 расстановок провела за полгода. Я не знаю, есть ли Катя здесь, я ее не дергала. Кать, ты есть тут вдруг просто? Нет, но я не дергала специально Катю. Если появится, ну, она потом напишет в чате. Тоже не дергала Аню. Аня, вот Аня Савельева, она сейчас учится, она еще не закончила даже этот проект. Это вот третий поток, который закончит 27 мая, у них будет выпускной. Она работала в найме, у нее было много бесплатных работ, ей было сложно называть цену, перестаньте рисовать меня на экране, прекрасные. Ей было сложно называть цену, сейчас она увеличила доход в два с половиной раза, она еще не закончила проект. Она подняла цены, она перестала бояться сложных клиентов. Периодически вы еще увидите потом ее, часть ее, того, что она пишет. Я не знаю, Анечка, ты есть? Я тоже не просила Аню прийти, но как бы всех, да, всех дергать я не думала. Ну, она тоже потом еще все равно записи посмотрит. Горыны, простите. Андрей, те, кто спрашивали про капитана дальнего плавания, сейчас я, да, он макнет рукой, потом тоже поговорит. Человек, который тоже пришел с нуля практически в работу капитана. Есть какая-то разница, я просто не разбираюсь, между капитаном экспедиции и дальнего плавания, я вот здесь в этой разнице. Работал в найме, пандемия застряла в Бразилии вообще без, ну, сидел там и не совсем понимал, чем заниматься, искал перспективы. Андрюха, исправь, если я не права. Сейчас это сменил профессию, практикует онлайн, практикующий расстановщик, ушел из найма, полностью работает онлайн, полностью переключился на расстановки онлайн, сочетает расстановки бизнес-консультирования, про бизнес-консультирование. Я еще расскажу. Андрюх, Андрей. Привет всем, я здесь. Да, вот это вот он, да, и даже капитан. Это не я масштабный, ну, хорошо, я тоже масштабный, но капитаны, да. Я его дружительно называю Горыныч, это дальняя история, когда-нибудь, в общем, где-то это там история была рядом, я не буду сейчас долго вспоминать, как она возникла, но вот Андрей Симоненков сейчас заходит в этот проект, заходит тоже куратором проекта. Сану, Анну, Аню Ивакину, я думаю, вы многие из вас знаете, она старший куратор проекта «Денежные расстановки на картах», она была адвокатом когда-то, сейчас это психолог, много училась, не монетизировала, не очень ценила себя как профи, не могла выходить в социуме. Социум сейчас монетизирует свои знания, она подняла стоимость консультации, Аня завалена работой, Аня старший куратор проекта, собственно говоря, и заходит как консультант школы. Ольгу Малевицкую вы тоже, я думаю, многие знаете. Оля работала до ДРНК, Оля работала в школе, учителем, не консультировала, не совсем понимала, как сменить работу, это я ее сегодня допытала, она потом сегодня тоже может что-то скажет. Верно, сейчас она полностью работает онлайн, она стала консультировать, за время после ДРНК она подняла стоимость консультации в пять раз, завалена работа, заходит куратором проекта ДРНК, консультант школы. Это то, ну вот люди, которые, Оль, помаши лапкой, тебя, я понимаю, что тебя многие знают, вот дай знать, что ты здесь. Это живые люди, которые заходили, причем часть уже имели, ну были психологами, начинающими, либо мало практиковали, либо много практиковали бесплатно. Такие, как Катя Козырь, как Анна Савельева. Часть людей просто зашли с нуля, когда хотели менять профессию. Я про что? Просто про... Я могу иногда заговариваться. Это просто о том, что это возможно. Есть живые люди, которые это повторили. У меня всегда было правило, что если это сделал кто-то один, это можно повторить, это легко повторить. Если это не делал никто, мне туда обычно чаще всего интереснее всего, если это не делал никто, то нужно сдать первое, то можно это все дело создать. Но если кто-то один это уже сделал, это точно можно повторять. Двигаемся дальше. А теперь смотрите, этапы создания. Поехали в сам материал, потому что практика у вас сегодня будет не слабая. Я вам сейчас предложу взять листики и ручки, потому что я предложу вам анализировать то, с чем сталкиваетесь вы. На первый взгляд, этапов всего четыре. И кажется очень просто создать, упаковать, продать, присвоить результат. Попробуйте не откинуть сейчас, а фигня, я это знаю, а взять и записать. Вот реально взять ручку, ну те, кто не кураторы, взять ручку и записать. Создать – это этапы. Мы каждый раз с вами, каждый человек ходит по этому квадрату либо по этому кругу. Создать, упаковать, продать, присвоить результат. Создать, упаковать, продать, присвоить результат. Это алгоритм создания взрослых денег. Создать. Создать. Это создать ценность. Создать продукт. Не знаю, курс. Я создала ДРНК, денежные расстановки на карту. Пакет сессии, пакет консультаций, серию групповых встреч. Это если вы в помогающих практиках. Либо это может быть, я не знаю, создать платье, либо создать юридическую консультацию, либо создать, смотря в каком контенте, в какой сфере вы работаете. Это создать ценность. На первый взгляд, очень просто. Я потом отвечаю на вопросы. На первый взгляд, казалось бы, просто. Дальше. Второй шаг – это упаковать. Упаковать – это сделать продукт в соответствующем спросу аудитории. Но иными словами, если я понимаю… Поставьте плюсики, что вы читали сегодняшний пост. Когда я поделилась, я сделала анализ исследования топ спроса сейчас у аудитории. Читали, да? Топ спроса у аудитории. Про консультации напомните чуть позже, пожалуйста. Я не хочу сильно перерываться. Я поотвечаю. Я сделала топ спроса. Для чего? На самом деле, чтобы понимать, как свои знания и навыки адаптировать под то, что реально нужно людям. Понятное дело, что если я это в аквариуме делюсь, то в бесплатном доступе, то мои все мастера знают. Если не знают – рассчитают. Это все дело. Это сделать продукт, то есть адаптировать, понимать, что нужно людям, и адаптировать свой продукт под то, что нужно людям, и заявить о себе и о своем продукте. Как правило, многие делают, будет ли запись… А я запись нажала? Запись идет? Будет запись. Я растерялась по этим вопросам. Ну, по идее, запись идет. Как правило, один из больших сложностей – человек хочет что-то продавать, хочет как-то вступать в обмен, но не уверен, что то, что он знает, либо то, что он хочет отдавать, нужно людям. И в этом месте он сталкивается с невозможностью, по сути, заявить. Сейчас про сложности на каждом этапе поговорим. Так вот, упаковать это, сделать продукт соответствующим спросу. Дальше, следующий, ну, простая же штука, простая же штука, да, продать. Следующий этап – продать. По сути, договориться об обмене. Назвать цену, взять деньги. Услышьте, назвать цену, взять деньги. Примеряйте на себе, кто падает в обморок, когда нужно назвать цену, кто падает в обморок, когда нужно деньги взять, да, и поставить товароуслугу. Кто падает в обморок от страха о том, что у меня не получится отработать на эти деньги, которые я заявляю. Либо я боюсь назвать цену, потому что мне страшно, что я не смогу этой цене соответствовать, а более низкую цену мне не хочется называть. И присвоить результат. Присвоить результат – это согласиться с тем, что этот результат я могу, то есть я его сделал, он мой, это я, и его повторить. Опять создать что-то, опять упаковать, опять продать, опять присвоить результат в улучшенной версии. Это этапы создания взрослых денег. А теперь с чем вы сталкиваетесь, с чем сталкиваетесь, Бафуаля, господи, как-то на русском, в реальности, на самом деле. Первое – создать. Как правило, давайте так, я сейчас объясняю основные затыки на этих этапах, а вы пишете, если вам откликаются, вы себе помечаете, во-первых, на каком этапе у вас затык, это первое. Второе – вы пишете в чат, да, там, создать – это мой этап, да, я на нем пишу. Как правило, кто, что происходит на этапе создать? Давайте, кому знакомо, непонятно, что создать, непонятно, в какой теме, да, иногда спрашиваешь специалистов, ты в какой теме работаешь? Ну, спросите меня, в какой теме работаю, я скажу, деньги, ну, да, на этапе создать, в какой теме выбрать, или спрашиваешь коллегу, а ты в какой теме работаешь? Не, ну, я могу работать со всеми запросами. Серьезно, вы думаете, что я не могу работать со всеми запросами? Ну, правда. Понятное дело, что я могу работать, ну, я не знаю, нет, есть запросы, с которыми я не работаю, да, я не очень люблю работать с клинической эндогенной депрессией, это уже не мой профиль, да, я не работаю, в принципе, я не люблю работать, не работаю в клинике, есть какие-то моменты, с которыми я не работаю, но в общем и целом, в общем и целом, но вы же все знаете, что Горбач про деньги. Вот выбрать, в какой теме. У меня нет продукта. Дальше начинается, что я, то, что я делаю, никому не интересно, или я не знаю, что интересно мне. Вот этот момент, я не знаю, что интересно мне, либо мне кажется, что я, что то, что я делаю, никому не интересно. Он садит глубже, чем непонятно, что продать, но очень жестко тормозит. Слушая в течение, в течение года в три раза получилось пройти все этапы. Круто! Да, прям, прям круто, Тарья. Дальше, следующий этап, упаковать. Вот здесь начинается, я не интересен, я не могу заявить о себе, что обо мне подумают. Про это уже говорят много раз. Я вот предлагаю, предлагаю, а у меня не покупают. Да, я уже и первый, и второй. Да, я уже говорила сегодня, что, ну, есть, во-первых, есть исследования спроса, это внешние факторы, да, о том, что иногда можно у людей просто поспрашивать. Вам что надо? Вам понаблюдать, понаблюдать, пообщаться, позадавать вопросы. Можно найти эти исследования спроса. Если вы озадачитесь, у вас небольшая аудитория, и вы хотите понять, загуглите, загуглите в Google Тренде основные запросы. Напишите, как вам кажется, какие запросы ищут ваши клиенты в теме отношений, либо в теме денег, то, что вам интересно. Зайдите в Google Тренд. Google Трендс называется. Вбейте в Google Трендс, и вам выдаст похожие запросы, и количество этих запросов буквально по, там, можно по месяцам и по регионам найти это. Вы можете исследовать это. Для этого, конечно, исследовать так, как исследую я, я делюсь этими, этой информацией, ну, это живее, потому что я разговариваю с живыми людьми, я общаюсь с живыми, настоящими, вот здесь, да, но, в принципе, вы можете воспользоваться этим, вы будете понимать, что нужно людям. Дальше. Продать. Следующий этап. И здесь начинается страх называть цену. Здесь начинается страх взять деньги, ну, назвать цену, попробуйте представить, назвать цену. Сюда же есть еще такая штука, вот в страхе назвать цену, как страх поднять цену. Когда вы встречаетесь с такой историей, когда вам за все деньги, за которые вы работали, работать уже, ну, как-то вот вдруг почему-то не хочется. А назвать большие деньги, как сегодня кто-то в канале написал, у людей денег нет, и назвать большие деньги, да, такая сидит история о том, что если я сейчас назову больше деньги, назову большую сумму, да, то, не знаю, либо у клиентов не будет денег, либо невозможно будет продать, либо подумают, что я хопуга, либо подумают, что я там, не знаю, наживаюсь, либо еще что-то. И страшно поднимать цены и взять деньги, да, страх взять деньги. Вот этот момент, когда я беру, у меня когда-то был, знаете, что давно, наверное, года четыре назад я в себе нашла. Я делала, 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 делала для того, чтобы ко мне клиенты приходили, делала, делала, делала. И когда ко мне вот писали, да, я переписывалась до момента, там, отвечала на вопросы, это еще Ольга не была моим ассистентом, отвечала на вопросы, значит, на возражения, адаптировала, все делала до момента, когда мне нужно было дать карточку. Вот когда меня спрашивали, Света, дай номер карточки. И я заметила, что я в этот момент могу не сразу ответить, стать из-за стола отвлечься, стать походить, вообще забыть, потом найти этот вопрос, там, через два дня. Я, у меня был затык, брадень, я 10 лет в теме денег, но на каждом уровне есть какие-то свои, какие-то свои затыки. Второй, может быть, вопрос маркетинга, может, конечно, быть и вопрос маркетинга. Еще раз, когда мы говорим про деньги, да, это и вне маркетинга, это внешнее, может быть, конечно, но есть такое, мы сейчас дойдем до вопросов маркетинга. Как вопрос маркетинга, конечно, может быть, но вы же догадываетесь, а может быть, сами с этим встречались, сами с этим сталкивались. Какое количество курсов по маркетингу? Какое количество курсов по маркетингу люди проходят? И это не двигает их с места. Тут может быть вопрос маркетинга, но тут еще есть вопрос, почему вопрос маркетинга, когда проходит и обучается маркетингу, не всегда вопрос решает. Мне научили, шли же менторы, убегай из комнаты. Окей, ой-ой-ой, не сюда пошла. Ну вот это же надо, сейчас тихо, это я вам спойлеру случайно. Да, есть. Дальше. Дальше начинается, вдруг не справлюсь, а вдруг отберут, туда же включается, особенно, кстати, сейчас я несколько раз встретила, ну это такая штука, даже не знаю, говорить они или не говорить. Я сейчас заметила, никогда не встречала, сейчас несколько раз клиент, клиенты несколько раз, которым я работала, которым мне нужно было деньги перечислить, несколько раз мне стали, ой, а ты мне сюда не перечисляй, потому что вдруг у меня сейчас обнаружат и тогда заберут. И вот такая вот штука тоже сейчас включила в некоторых случаях и контексте. Дальше. Присвоить результат. Когда у человека есть системное обесценивание, когда человек, когда для человека способ выживания, это обесценивание себя, присвоить результат сложно и страшно. Потому что если я присвою результат и соглашусь, что да, это я, я должен буду присвоить свою цену тогда. А если я присвою свою цену, а для меня способ жить, это соглашаться с обесцениванием, это быть обесцененным, тогда если я присвою свою цену, я рискую не выжить, я рискую умереть. И вот это внутренние, ой, это тоже мое, да, и вот это внутренние такие моменты присвоения результата, не присваивать, что это моя заслуга, то есть это не я, это случайно, мне просто повезло. Я тут рядом проходила, мимо покурила, да, либо присвоить результат, это же присвоить и повторить, либо повторить с улучшением. Здесь включается, если я упошусь, а если будет страшно, ну, если страшно выгореть, страшно выгорание, да, или я не знаю, что улучшить, ну, типа, я вообще такая звезда, у меня-то кто-то тоже бывает, типа, я такая вообще звезда, я иногда хватаю. И такой, боже, ну, это же все так раз, ну, так круто, ну, ну, реально офигенно, что еще, потом садишься и обнаруживаешь, сейчас мне не дадут соврать, участники, и каждый следующий поток оказывается как-то по-другому. Первый поток, и второй, второй не походил на первый, третий вообще другой, вообще другой, четвертый – это вообще что-то новое. Это то, что по внешним, вот мы сейчас, то, про что я сейчас говорила, несмотря на то, что у каждой этой внешней, внешнего этапа есть внутренние акценты, да, но это внешние стратегии реализации целей, это внешний алгоритм монетизации, внешний алгоритм создания денег. Есть еще такая штука, как внутренняя, я вообще заметила, первый раз легко запускаю, второй раз сливаюсь, ну, вот эта вот штука есть. А есть еще такая штука, сейчас мы пойдем, как внутренние стратегии реализации цели, внутренние стратегии создания взрослых денег. Внутренняя стратегия создания взрослых денег, она вообще базируется на трех состояниях. Вот теперь попробуем, я чуть-чуть замедлю темп, для того, чтобы вы могли больше заглянуть, не просто смотреть, у меня затык создать, либо у меня затык упаковать, либо у меня затык продать, либо у меня затык производить результат. Вы можете, я прям думаю, дать вам сейчас еще небольшую практику или не дать? Хотите небольшую практику вне плана? Вот сейчас было бы, не знаю, Аня сейчас, наверное, будет рядом плеваться в мою сторону, я даже не знаю. Хотите небольшую практику, маленькую? Дать? Дэн? Видите, ее даже в презентации нет на самом деле. Берем листик, даже не уходим от стола. Если вы с наушниками, ну такими, да, как называется, ну которые беспроводные, я не знаю, как они называются, то можете отойти от стола и разделить плоскость на 4 стола, ну вот разделить свою комнату, да, какую-то, не знаю, ковер на 4 участка, буквально, не знаю, найти проводок, найти поясок, либо, что еще проще, мы берем, вы берете листик чистый, берете чистый листик, делите чистый листик на такой, на 4 таким крестом, да, делите вот так вот, есть? Есть. Теперь, да, теперь чувствуйте тело, выключаем мозг, представляете, что у вас голова, в голове светящийся шарик, и этот светящийся шарик, вы делаете вдох, и на выдохе он так, бак, и проваливается, не знаю, в грудь, опускается где-то в район солнечного сплетения, так, чтобы он своим светом задевал и область грудной клетки, и область брюшной полости, да. Вы заходите, вот если мы идем про, можно на самом деле после, но вообще-то мы ходили про, про, да, вот этот вот квадрат, это квадрат создать, создать, второй упаковать, третий, соответственно, продать, и четвертый присвоить результат. Ребят, я пишу, как курка лапкой сейчас, да, у вас есть, господи, создать, упаковать, у вас зеркально получается, продать, присвоить результат. И вы берете, я вам буду здесь показывать, если вы ходите, вы внимательно чувствуете стопы, если вы делаете это письменно за столом, вы берете ручку или палец, можно буквально палец, и вот вы заходите, здесь нужно чувствовать тело, проживать свои эмоции, выключить голову, из головы вырастают крылья, да, вот можете представить, что у вас из головы светящийся шарик булькнул в грудную клетку, из головы выросли крылья, голова отделилась и улетела печаль, вы начинаете движение, вот вы стоите перед тем, как создать, да, медленно, мы на это прям целых минут 5-10, вот 10 вряд ли я вам дам на это, да, сделаете потом помедленнее, можно будет сделать еще, ну, дома впоследствии, в смысле, после нашей работы. И вот вы заходите, через что вы проходите, какие сомнения, трудности, блоки, что происходит, когда вам нужно зайти в создать, что вы чувствуете в теле, когда вы проходите этап создать, какие у вас проживания, жар, холод, страх, не знаю, растерянность, хочется метаться, хочется сбежать, или наоборот, спина выравнивается, не знаю, как-то вы чувствуете себя увереннее, и вы двигаетесь по создать, вы постепенно приближаетесь к упаковать, как вы, что вы, происходит вот в переходе, когда вы как будто бы одну ногу, как будто бы запустили, да, приподняли, чтобы уже вроде сделать сюда шаг, как вы заходите упаковать, что вы здесь чувствуете, какие эмоции у вас здесь поднимаются, как вы ощущаете, вам хочется сбежать обратно, вам хочется быстренько уже проскочить его и побежать в продатель, вам просто хочется исчезнуть и в обморок, да, или наоборот, вы так очень живенько, я знаю, как мне, вот считываем все ваши телесные реакции на этапе создать, потом на этапе упаковать, после этого двигаемся, я не уверена, как с темпом сейчас, потому что я быстро темп давала, после этого вы отслеживаете и двигаетесь в продать, и считываете, что происходит у вас, как вы называете цену, как вы договариваетесь, как вы, что вы там чувствуете, вы вообще заходите туда или вы где-то здесь затерялись и спрятались, вы вообще готовы в продажу идти или вам страшно, что все то, что сделано здесь и здесь неправильно, где-то в принципе непонятно, за что цену брать, за что деньги брать, или страшно, что я сейчас деньги возьму, а потом должной буду, либо должным буду, и непонятно, как это дело я отработаю сейчас. Как вы проживаете этап сокрытия соглашений, принятия денег, что вы с этими деньгами чувствуете, они вообще ваши, они ваши, куда они? Да, и как вы двигаетесь к принятию, к присвоению результата? Вот когда вы присваиваете результат? Когда вы присваиваете результат? Это ваше, вы готовы, вы наслаждаетесь, или вы быстренько проскакиваете в следующее создать, или вам хочется вернуться и еще чего-нибудь додать, ну, чтобы точно уже отработать те деньги, которые взял, да, отслеживаете вот эти процессы. Это ваши внутренние реакции на внешние стратегии, на те действия, которые вы во внешнем мире можете, либо не можете, либо по каким-то причинам не реализуете. Реализуйте, это внешние этапы создания денег. У каждого из этих этапов, и, собственно, начать двигаться, либо начать идти в какой-то этап, есть внутренние стратегии. Создать, болит голова, упаковать, спирает дыхание, продать, тошнить, присвоить деньги. Вообще, Оля, весь набор, Оля, ты по полной отожгла весь набор. Теперь посмотри, когда ты в это идешь, посмотри, вот прям буквально включая мышцы шеи, ты же знаешь, да, буквально включая мышцы шеи и обнаруживаешь, что безопасно. Создать безопасно, упаковать безопасно, хотя бы на безопасность. Сейчас смотри на то, что на самом деле за это никто не укусит, потому что здесь по полной программе, по полной программе. Собственно говоря, тогда становится понятно, почему сложно реализовывать свои знания. Упаковать, усталость, да, тошнит, выворачивает на первых двух чего, этапах на последних. Да, просто чтобы дойти до последних, приходится в первые пройти. И иногда, часто человек, когда имеет такое сопротивление на первых двух, он просто в последние не приходит. Продать хочется плакать, страх, разочарование, присваиваю на процентов 15. Конечно, это, знаете, сценарий, когда создать, это шкань, это творческая часть, это ребенок за создание отвечает довольный внутренний ребенок. И человек может создавать море продуктов, море классных, крутых, кайфовать, понимать, насколько это будет круто людям, но на этапе продать и взять за это деньги. Он проваливается. И он такой, не, ладно, этот тогда продукт не получил, сделаю вот этот. И он такой, о, и делает новый проект. Так, круто, вкладывается тут. У меня такая тоже, кстати, как-то, сейчас пока вам рассказывала, вспомнила, какое количество проектов я делала без повторов. Взять деньги, да, страх, что накажут. Конечно, продать болят ноги, тебя же сверху не счастливы людей. Гордость, супер, Тарья. Шею включила, шкрябую, с ногами стучу, маяц. Оля, я с тобой. Везде сперва паршива, потом отпускает. Но никогда нет желания пойти назад. Ну, прекрасно. Присвоить, да ты вообще. Смотрите, позаписывайте себе, потому что эти моменты имеют смысл. Это ответы, где, в каких этапах монетизацию у вас в затылке. Да, так. Окей, теперь двигаемся дальше. Если заморожено, ну, когда-то, значит, было необходимо заморожено. Да, никогда не повторяла проект, все сливала. А масштабировать, Юля, масштабировать проект можно только на повторении. И увеличивать доходы можно только на повторении. У меня когда-то был точно такой же инсайт. Когда я же, вы же понимаете, да, что если я 10 лет в теме денег, то я все, все, что даю вам, я испробовала вначале на себе. И у меня был такой же когда-то инсайт, когда я вдруг обнаружила, я так сидела, примерно так же, думаю, о-оу, подожди, увеличивать деньги можно на масштабирование. А масштабировать можно при повторении. А я никогда не повторяю. У меня каждый раз что-то другое. То есть я один проект не раскрутила настолько, чтобы он уже просто был вау. Я беру, начинаю делать интереснее. Начинаю делать следующее. Да. Окей. Теперь на каждом этапе... А на повторение никто не пришел, и зачем создать... Не знаю, у каждого свои стратегии. Теперь, смотрите, на каждом из этих этапов, когда вы идете в движение, есть определенное состояние, либо так называемые внутренние стратегии реализации цели. У нас реализация денег, реализация целей. Мы сейчас с вами говорили про внешнее. Внутреннее – это такое состояние. Состояние... Вот вы сейчас замедлитесь, попробуйте почувствовать тело, и вы вспомните состояние, из которого вы начинали действовать. И действовали. Либо состояние, из которого вы не начинали. Да, и вот как будто бы... Ну вот обо что-то, об стеклянной, да? Об стеклянной какой-то, не знаю, об стеклянную стену. Вот это состояние, когда вы начинаете делать, да? И делаете. Это состояние... Это состояние... Извините, другого слова в голову не приходит. Ну, давайте... Нет, давайте так. Согласованности. Согласованности трех аспектов. Аспект «хочу», то есть я хочу это делать. Аспект «могу», я могу это делать. И аспект «знаю как» – это «я знаю, как это делать». Причем «хочу», «могу» и «знаю как» – это ощущение. Понимаете? Я сейчас попробую объяснить. Ну, например, я... Вот фактически факт, прямо сейчас факт. Я не могу сесть на шпагат. Это недостаточная растяжка. Сейчас услышит моя тренер по йоге, и через неделю я сяду на шпагат. Ну, в общем, я фактически сесть на шпагат не могу. Но у меня внутри есть точное знание, что я могу растянуть себя на шпагат. Не знаю, почему. Я точно знаю, что если мне нужно, да, я сяду на шпагат. Не знаю, месяц, два, три. Но я внутри точно знаю, что я могу. Может быть, я не хочу. Ну, это отдельно, да. Вот это могу – это не про фактическое умение сейчас, а про ощущение знания, да, способности к этому прийти. Вот этот момент понятен, напишите, пожалуйста. Понятен ли, что значит могу? Еще раз, могу – это не галочка дан, выполнена, сделана, да, что я вот села на шпагат, и я могу. А я знаю, что у меня есть такая способность прийти к этому результату. Вот это вот состояние могу, я могу это сделать, да. Ну, что такое хочу? Я думаю, тут понятно, что такое хочу, много не надо объяснять, да. И знаю, как – это тоже внутреннее состояние, что я знаю, даже так, я знаю, как это сделать, даже если у меня есть нехватка информации. Ну, то есть у меня есть, если у меня, я знаю, как это сделать, и даже если у меня есть нехватка информации, я знаю, что я эту информацию могу восполнить. Я знаю, у кого спросит, либо я знаю, у кого спросить, чтобы он спросил, либо я знаю, в какую библиотеку зарулиться, либо на какой курс прийти, либо как в Google забить. Здесь вы, может быть, кстати, обращали внимание разницу, когда разницу в вопросах, да. Иногда человек задает, ну, в разных, и у меня на канале, да, и, возможно, в каких-то, наверняка, в каких-то других тоже там каналах, и каких-то других тренеров слушаете. И наверняка вы замечали такую разницу. Кто-то задает вопрос, ну, как-то очень по существу, а кто-то задает вопрос, который, ну, из серии, я не знаю, а где в Instagram Stories, да, ну, вот такого уровня, а где в Instagram Stories, да, ну, блин, зайди в Google и посмотри, забей в Google, Google в помощь. И вот такие вопросы, которые, казалось бы, ну, настолько простейшие, или а сколько это времени, не знаю, там, пишу время по Берлину, меня спрашивают, а сколько это времени по Киньи? Ну, то есть это вопрос, который можно, да, на который можно найти ответ очень легко, самостоятельно, без, или а где можно посмотреть там записи? Или а как, да, вот периодически на канале, как стать участником реалити? Это же есть написано, подробно написано в прикрепленных сообщениях. Вот люди, у которых не простроено состояние «знаю как», то есть способны самостоятельно находить недостающую информацию. Я знаю, и если я чего-то не знаю, я могу эту информацию восполнить. Да, вот люди, у которых это состояние хромает, да, этот аспект, они задают вопросы без попытки самостоятельно информацию восполнить. Понятно, что значит «знаю как». Напишите, пожалуйста, что вам понятно, что значит «знаю как». Что это не полное владение всей информацией вообще, а внутреннюю уверенность, что у меня достаточно информации, а если ее недостаточно, я могу ее… Я знаю, где вас помню. Понятно, да? Хорошо. Так вот, внутреннее действие, вот этот импульс действия, готовность двигаться, она рождается, энергия вот этого драйва, да, когда я решил и сделал, она рождается и протекает, по сути, беспрепятственно к результату, тогда, когда у человека есть согласованность вот этих трех состояний. Хочу, могу и знаю как. Хочу, могу и знаю как. Есть на канале, где была ссылка, на канале Реалити, есть работа, я в одну из средств, я не помню даты, хотите, поищите. Есть работа, пример, как мы решаем, да, что стоит за этой разсогласованностью и как это решается. Можно, хотите, поищите. Вы же, ну, я думаю, вы многие видели работы, которые я делаю, ну, я и буду еще делать посредством-то, клиентские работы обязательно. И мы прям делали работу, одну либо две, я не помню, вот по этой схеме хочу, могу и знаю как. И находили причину, что является причиной рассогласованности этой, да, и что с этим, что с этим делать. Потому что причин рассогласованности может быть много и раз. Теперь, что я вам предложу сейчас? Подумайте сейчас о какой-то своей задаче. Я вам предложу это, ну, поиграть, попробовать, да. Есть у нас что-то, у нас немного времени, я знаю, что у меня будет. Я люблю растягивать прям намного, а это не всегда хорошо. Хорошо. Есть, поставьте, напишите, пожалуйста, о том, что у вас есть цель, к которой вы готовы идти. Да, не знаю, есть задача по реализации, по какой, по реализации каких-то своих целей, созданию своих взрослых денег. Есть, да? Тарья. Вам нормально слышно, видно, что я как-то... Есть. Отлично. Я сейчас на карту, на поле выведу карты, а вы на эти карты смотрите. Будет всего четыре карты. Состояние «хочу», состояние «могу», состояние «знаю как» и «ваша цель». Мы не будем сейчас, поскольку причин может быть много, да, и это будет здесь диагностическая работа, возможно, в дальнейшем, там, в следующие среды мы вернем эту тему, и я буду делать эти работы, ну, еще раз по темам, чтобы напомнить вам, как. Напомнить вам, как, да. Здесь вы сейчас просто смотрите, в чем, в каком из состояния основной затык, почему сложно во внутренней мере, почему сложно идти в реализацию своей задачи. Эти все техники и коррекции создать, упаковать, продать и присвоить результат – это все мы проходим. Все эти техники я обучаю, и народ отрабатывает на себе в проекте денежные расстановки на карты. Так, хорошо. Сейчас, секунду, я… Ой, Светлана Борисовна, как ты так умудряешься? Светлана Борисовна может, да, умудриться и потерять, и потерять карты у себя прямо на экране. Знаете, как так бывает? Нет, я тоже не до конца. Сейчас секунду, ждем, терпим, терпим, ждем. А как понять, чего я хочу? Смотрите, понять, чего я хочу – это… Есть несколько техник, которые помогают определить, чего я хочу. Потому что невозможность понимания… Я отвечу на этот вопрос, потому что он многим, на самом деле, он многих часто тревожит, и с большой вероятностью не только вас. Есть несколько техник, есть несколько причин, почему человек не понимает, чего он хочет, и техник, которые это исправляют. Одна из причин – нет контакта с внутренней детской творческой частью. Эта детская творческая часть, ей не позволительно проявляться. Потому что за понимание, что я хочу, за кайф-драйв и интерес в деятельности, в творчестве и понимание, в какую сторону двигаться, отвечает детская творческая часть. С этим мы работаем на первом модуле. Уже первый модуль мы делаем… Там есть несколько техник, одна из них – РДВ, родитель, ребенок, взрослый, для того, чтобы внутреннего ребенка перестали взрослые родители мочить и давали ему проявляться и включаться интерес и чувствовать, что он хочет. Есть техника, когда ребенок напитывается родительской энергией и выходит в социум ребенком, и включается интерес к социуму и уверенность. Это тоже включает в это ощущение понимания, чего я хочу. И есть уже в более поздних модулях, по-моему, это как раз пятый модуль во взрослых деньгах, есть такая техника «Главная жизненная задача». Про главную жизненную задачу я точно знаю, что будет демонстрационная сессия на марафоне практик в субботу. Меня там не будет. Это чистый воды проект кураторов и участников. Я только, может быть, записи буду смотреть, не знаю. Вот там будет тоже теория, будет демонстрационная диагностика про главную жизненную задачу, когда человек в контакте со своей главной жизненной задачей, он в контакте со своим путем, и он знает. Это такое, знаете, оптигенно, на самом деле, крутое ощущение правильности пути. Это неимоверно, его невозможно еще испутать. И какие-то вещи, когда оно очень хорошо прокачано, какие-то вещи становятся, принимаются решения из вот этого ощущения. И тогда имеет смысл просто проделать, потому что если я не понимаю, чего я хочу, значит, нету контакта с главной жизненной задачей, нету контакта с путем, значит, есть какая-то история, разделяющая меня и мою главную жизненную задачу. И тогда нужно проделать эту работу. Не согласованность, а контакт, возвращение контакта с главной жизненной задачей. И как в этой практике, когда есть контакт с главной жизненной задачей, там еще интересно, возвращается контакт, варианты деятельности и деньги. У человека возвращается контакт с деньгами, с главной жизненной задачей, и видно, на какую из деятельностей указывают и главная жизненная задача, и деньги. И это совершенно очевидно. Все эти техники, о которых вы говорите, будут на курсе, конечно, конечно. Нет ни одной техники, про которую я здесь говорю, ее бы не было на курсе. Конечно, да. И ту, которую мы разбирали до этого, и то, что мы будем делать сейчас, причем с коррекцией, да, и про главную жизненную задачу, и про выход. Конечно, это все есть на курсе. Окей, двигаемся. Сосредоточьтесь, пожалуйста, на своей цели, на своей цели, да, и я выведу карту. Я буду брать тоже рандомно, без особых наполнений. Да, вот это будет карта, максимально проявляющую цель. Ваша задача, когда я вывожу карты, смотреть на карты, да, и задавать себе вопрос, какая это карта, что она чувствует, куда она смотрит, кого она видит, возможно. Карта «хочу», я максимально нейтральная карта достаю. Карта «состояние хочу». Карта «состояние могу», и карта «состояние знаю как», и карта «состояние знаю как». Цель видит, цель видит результат, я не совсем, цель и есть результат, да, цель и есть результат. Я не знаю, что она еще видит. Задача посмотреть, какие отношения между вот этими «хочу», «могу», «знаю как», я их могу даже как-то, ну, на самом деле я их не могу соединять, потому что они у многих могут быть не соединены. «Хочу», «могу», 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 «знаю как» и результат, то та цель, к которой нужно прийти. Возможно, вам кому-то, я не буду сейчас сильно двигать, возможно, кому-то захочется вообще эту карту куда-то убрать и вообще их разметать. Да, мы берем простую коллективную диагностику, простую коллективную диагностику, и здесь вы можете обнаружить, какая карта «хочу», что она чувствует, хочет, видит ли она «могу», «в союзе ли она с «могу» и «знаю как», и готова ли она двигаться к результату. Какая часть «карта» «могу», что она чувствует, в союзе ли она с «хочу» и «знаю как» и готовности двигаться к результату, какая часть «знаю как», какая карта «знаю как», в союзе ли она, может быть, нет, с большой вероятностью, с «хочу» и «могу», и есть ли готовность двигаться к результату. Вы в такой простой диагностике можете посмотреть, на каком этапе у вас основной затык. И даже если вы не пойдете прорабатывать это все и обучаться, как с этим работать в проект денежной расстановки на карте, даже точечно понимая, куда смотреть, вы сможете потом обратиться к специалисту, хотите к мастерам школы, к мастерам денежных расстановок, хотите к своим знакомым специалистам, и вам не нужно будет полгода разбираться, что-либо докопаться, что «а, так у меня, оказывается, могу отмороженок», да, а вы будете уже, ну, будете уже понимать более точечно, вам-то сэкономит время работы. Да, так, что холодная рыба, она вообще ни с кем, это про отключенные желания. Все карты замороженные, застывшие, стоят в тройке и не двигаются к результату. Если замороженные, застывшие, блин, не будет, а, Жень, это же Евгения, да, вы это проработаете, вы же, по-моему, идете в проект. Я чуть-чуть было меня не понесло, вы это будете. Знаю, как конкурируют с «хочу», ага, есть такая штука, когда такой внутренний контролер, я все знаю как, а хочу, может быть, и хочет, но, блин, не так, вот не так. И в результате человек стоит. Есть такая история, да, эти трое против девушки, вероятно, против цели, вероятно, у них идея, что цена у этой девушки будет слишком высока. Все в раздоре между собой, да, могу, приневшая, что должна тянет всех, знаю как на своей волне. А если карта «результат» вам совсем не нравится, значит, у вас есть внутри какая-то бессознательная программа о том, что этот результат, который вы себе намечтали, он не будет таким хорошим, как вам бы хотелось. И это совершенно не значит так, это значит, что в бессознательном есть такая программа. Ну, например, давайте я вам приведу несколько примеров. Результат может на карте не нравиться, если это, знаете, для человека, например, конечный результат. Вот я хочу этого, это конечный результат. Я хочу реализовать эту цель, иначе вот либо реализоваться, либо вот прям и буду биться до конца, как мне, по-моему, на прошлом реализе кто-то написал. И тогда в бессознательном может быть идея о том, что как только эта цель будет реализована, это будет конец. А бессознательно к концу не видел. И тогда эта цель начинает нести такой негативный характер. Хочу могучая кучка, все смотрят на меня, ждут отмашку от меня. И вот здесь, когда ждут отмашки от меня, это с большой вероятностью про то, что вы сами не в контакте, ваша цель не в контакте с этими частями. Потому что иначе, если вы это все хотите сделать, и они ждут отмашки от вас, то, знаете, первый вопрос, сколько лет они уже ждут? Да, много, отлично. И у меня на могу затык. Да, я иду в ДРНК. Вот там с этим встретимся, с этой заморозкой, потому что заморозку в таком формате тяжело, конечно. Не совсем понятно, что значит сдержанно. Знаю, как такой слизкий, хочет просто прятаться за кого-то. И обнуляю цель. Смотрите, вы сейчас пишете, буквально делаете себе скрины того, что вы пишете. Вы сейчас пишете то, что происходит в вашей внутренней структуре. То, с чем на самом деле нужно работать, чтобы сдвинуться с места. Бесполезно себя мочить. Если я постоянно сливаю, либо у меня не получается, либо я никак не могу сдвинуться с места. Бесполезно себя ругать. Бесполезно себя ставить жесткие рамки, соберись, тряпка сейчас там или никогда. Бесполезно. Вот то, что вы пишете, сделайте скрин, проработайте этот аспект, и у вас пойдет движение. Так, хорошо. Карцель живая веселая, как будто игнорирую. Результат смотрите, думают, ну и когда вы уже договоритесь? Конечно. Замирая смогу. Так, хочу знать, как приятели готовы поехать на чай в цели. Могу, как фарфоровая кукла. Окей. Мыршавенькая цель отдельно и мыршавенькая. Боже, какое интересное слово, мыршавенькая. Мыршавенькая. Я даже не знаю, что такое мыршавенькая, если честно, прям интересно. А если цель выглядит крестьянкой на фоне интеллигентных «хочу и могу», а в чем вопрос? Ну, значит, она выглядит крестьянкой на фоне интеллигентных «могу и хочу». Вопрос-то в чем? Здесь нет вопроса. Здесь опять есть текст и опять нет вопроса. Еще раз, запишите себе то, что вы обнаруживаете, если вы идете на ДРНК, то вы это все проработаете, более того, вы будете понимать, и как помогать другим, и как продавать свои услуги. Я собирала, поспрашивала тех, кто ведет сейчас диагностики, потому что вот эти две схемы, первая схема, которую я давала, и вторая схема, вот эта сейчас, которую я вам даю, это одни из самых успешных моделей, которые я преподаю и как для коррекции, и как диагностики, и как коррекции, и как диагностики, которые позволяют впоследствии продавать ваши же услуги, ваши. Вы же понимаете, да, что я, то, что я делаю сейчас, понаблюдайте так аналитически, что я делаю сейчас, я сейчас активно продвигаю этот метод, активно его продвигаю, это значит, я создаю спрос, я вижу потребность аудитории в таких методах, в таких техниках, и я делаю очень много работы для того, чтобы большее количество людей про этот метод узнавали. Я формирую спрос. Понятное же дело, что я сама такое количество клиентов, которые мне пишут, у меня сейчас на конец мая уже запись, не смогу обрабатывать, обслуживать, обрабатывать. Да, и тогда вам, ну те, кто сейчас, не знаю, есть ли тут мои, опять же, которые есть, вот вижу, Вика есть, да, вы же знаете о том, что вот те диагностики, которые вы проводили, конвертация в покупку, конвертация в покупку от 20%. Те, кто когда-то пытался продавать с бесплатной диагностики, вы знаете, что иногда надо 100, что сделать, чтобы там 3-5 купили большой пакет, здесь от 20%. Так, хорошо, двигаемся дальше. Хочется переставить, ну да, я понимаю, что здесь может хотеться переставить, и может включиться это желание двигаться, я не буду здесь двигать картой, потому что кому-то может хотеться переставить вот так, а кому-то может хотеться переставить, ну, как-то по-другому. Еще раз, возьмите, пожалуйста, заскриньте то, что вы делаете, да, твои результаты. Вам это сильно сократит работу, вам это сильно сократит проработки. И перестаньте рисовать мне на экране. Что же вы тут крестики делаете? Я же даже не знаю, как это убрать. Ладно, я знаю, как это убрать. Можно просто включить заново. Хорошо, смотрите, в денежных расстановках, вот в ДРНК, в проект, который я сейчас, меня сегодня можно будет хвалить активно. Вот знаете, активно можно будет хвалить. В денежных расстановках на картах то, что я даю, те практики, которые даю. А, вы прорабатываете все внутренние блоки, полностью вся система проработки внутренних блоков системы создания денег. Вы же видели сегодня, да, тот пост, который я написала. Там просто три готовых продукта, три готовых схемы. У вас, в принципе, появляется вопрос, что продавать. Отпадает сам по себе. Сейчас еще прочитаю. Сейчас прочитаю, пойду дальше. Цель не имеет, как будто не моя. Ну, вы просто с ней разделены. Если карты не вызывают никаких эмоций и желаний, они ко мне не имеют никакого отношения. Нет, это значит, что ваш светящийся шарик остался в голове. Вы не ушли в чувствование, вы остались, ну, остались в голове, остались в контролере. Все, не буду отвлекаться, потому что есть еще кое-что. Есть еще что, чем с вами поделиться. В ДРНК вы получаете готовые схемы, готовый продукт. Ну, то есть вы выходите оттуда, у вас вопросов, что продавать, нет. Это для тех, у кого есть вопрос создать продукты, комплекс консультаций, как продать, как. У вас полностью есть механика и как составлять продукты, собственно говоря, да, через диагностики, как составлять индивидуальные продукты и как под известный уже спрос, как составлять схемы для того, чтобы известный в аудитории спрос закрывать, для того, чтобы продавать. Дальше. Я не знаю, я не просила Таню прийти. Можно начать зарабатывать с первого модуля. Это очень сильно зависит от действий и от желания. Я не просила, я только когда уже писала. Таня Клюй, ты есть тут? Не знаю, вот есть ли тут Таня Клюй. Я у нее не спрашивала, я прям хотела привести ее в пример. Потому что это барышня, которая пришла в ДРНК вообще тоже с нуля, и она начала тренироваться с первого модуля, она с первого модуля стала продавать. Это тоже такая феноменальная барышня на самом деле. Блин, жалко, что я поздно раздуплилась и не попросила ее прям присутствовать. Но она посмотрит в записи, откликнется, и будет приятно. Это возможность поменять профессию. И это можно продавать консультации пакетами. Это то, что многие хотят, потому что вы заморачиваетесь. Если вы продаете для того, чтобы продать одну консультацию, либо продать программу, вы затрачиваете абсолютно одинаковое телодвижение, абсолютно одинаковую силу, абсолютно одинаковую энергию. Но только здесь это продавать легко. Здесь у новичков совершенно бесплатно, с нуля, которые заходят, у них минимум 20% конверсии уходит, минимум 20% покупки. Самый частый страх, помните, я вас спрашивала? Самый частый страх. Я не смогу продать. Вот все то, что вы там писали, в большинстве случаев у меня не получится, не найду клиентов, сольюсь, не смогу продать, не буду знать, как заработать. Самый частый страх так либо иначе сводится к тому, что я не окуплю, я не смогу продать. Потому что тот, кто уже практикует и работает, этого страха нет. У него там может быть, у этих людей может быть страх там про увеличение доходов, да? Но здесь чаще всего у новичков чаще всего страх о том, что в принципе я не очень смогу. Смотрите, здесь вот то, что я выделила. Блин, я не хочу прям тонны этих слайдов делать, да? Здесь про первых. Это и вот эти вот, видите, первая платная работа по результатам. Сделала первую платную расстановку. Только начала называть, назвала цену и чудом осталась живой. Даня, это первые. Вот эти вот отзывы, скрин, это скрин из чата. Я просто сделала скрин чат. Ну, вы же видите, пятничные похвастушки. Меня просто, меня отмечают Вику Добровольскую. Это, Вика, это твоя девочка. Да, Вику Добровольскую отмечают как куратора. Это новички, еще не закончив проект, уже начинают продавать и уже начинают монетизировать. С тех схем, которые я даю. Те, которые чуть-чуть, ну, либо не чуть-чуть, опытнее, они уже продают гораздо больше. У них это уже... Ой! Сейчас, подождите. Отключаю звук. Они продают уже больше. Они уже, ну, у них, они берут этот инструмент и начинают его гораздо быстрее, гораздо, гораздо активнее использовать. У них продают больше. Они начинают и цену легко называть, и продавать очень быстро. Видите, фактически, фактически 20 сессий легко и уверенно. Одна барышня продала, да, другая барышня продала, или это же, из семи... Вот тут прям даже я, честно говоря, сидела. Если уж совсем по-честному, тут даже я. Из десяти холодных клиентов... Холодный... Простите, если вы не знаете этот термин. Холодный клиент – это вот тот, который со мной вообще не знаком. Вот первый раз меня увидел. Холодному клиенту продать всегда намного-намного больше, намного тяжелее. Из десяти холодных клиентов, семь она продает. Тут даже я была в обмороке, если честно. Но это, конечно, очень-очень круто. За три дня восемь пакетов консультаций. Это про то, что вы когда берете... Знаете, я, ну, поверьте, я очень много проектов проходила. Мало в каком проекте вы выходите не просто с вот таким багажом знаний, непонятно, как его прилепить, а конкретными инструментами, созданными программами и инструментом, как это продавать. И вот это, конечно, круто. Это мега круто. Да, это тоже вот барышня, барышня этого потока, когда в первый... Знаете, как круто, когда первый раз зарабатываешь больше три тысячи евро? Первый раз. Потом это уже ладно. Что значит пакет консультаций? Это значит, что вы продаете не одну консультацию сразу, а у вас есть программа. И в течение... Вот как я сегодня пост писала, да? И это несколько консультаций, несколько сессий. Несколько сессий. То есть можно продавать пакет консультаций. Блин, я не поставила вам. Ну, захотите, я поставлю. Я сейчас вот собираюсь купить пакет по этому же методу. Девочки, которая у меня проходила, еще когда кэсов было. У нее, это, кстати, ответ на вопрос про стоимость. И не все, конечно, сразу вырастают до этой стоимости. Я сейчас собираюсь купить себе пакет консультаций, 10 пакетов. То есть я сразу оплачиваю 10. Правда, у нее стоимость... Я так икнула, потому что у нее стоимость в два раза выше моей. Я поняла, что мне нужно свою поднимать срочно. Но моя стоимость летом поднимется. Когда я закончу папею со школы, тогда, конечно, моя стоимость резко. Я тогда сильно подниму свою стоимость. Это что касается пакетов. То есть пакет консультаций, когда вы продаете не одну консультацию, а сразу, не знаю, там, 3, 5, 10. Я сейчас у меня есть тема, которую я хочу себе проработать. Я знаю, чем владеет эта коллега. Я покупаю себе сразу 10 сессий. Вот это пакет. Я покупаю пакет из 10 консультаций. Проще всего, сразу честно вам говорю, легче всего продавать, если вам хочется от пяти. Это самый простой. 5-7 консультаций, проще всего продавать. Так, такой результат впечатляющий. Реклама, где сарафаны ли соцсети? Сарафаны соцсети. Сарафаны соцсети. Я сегодня разговаривала с Олей, она расскажет. Да, я ее расспрашивала сегодня, Оля Малевицкая. Я ее расспрашивала, как она начинала продвигаться, как она начинала зарабатывать. Она увеличила стоимость консультации за 5 раз. Что делала Оля? То, что я рекомендую делать, вот если вы заходите, новичок, и вы хотите сразу начинать продавать. Что делала? Ладно, я расскажу, Оля, нет, я скажу, Оля потом подтвердит. Оля начала говорить знакомым и в соцсетях о том, что она учится у меня. Отправляла их, отправляла мои видео, там, где я веду эти открытые работы, отправляла на аквариум. Люди смотрели, что делаю я. Оля говорит, я вот это умею тоже. И продавала в свои консультации. И вот этим вот путем она подняла стоимость своих консультаций в 100 раз. Так, а если новичок и нет, ну я же новичков вам здесь показывала, да, это сарафан или соцсети. Новичков я вам показывала здесь, они уже показывают. Это, да, это вот более продвинутые. Вот это новички, они уже не закончат проект, не закончат, они начинают делать продажи. Уже сейчас. Теперь, если вообще нет базы, база нарабатывается. Более того, не в стопроцентное попадание, но начиная с пакета профи, это обсуждается. Есть определенные критерии, по которым это обсуждается. Начиная с пакета профи, первичные диагностики, выступления, рекламу я даю делать на своей базе. Я честно не жадничаю, я реально делюсь клиентами. Ну, блин, не дадут соврать. Да, я делюсь на своей базе. И те специалисты, которые проводили диагностики, вы же, наверное, видели, те, которые проводили диагностики, да, у нас был договор, что если после диагностики этого специалиста клиент хочет купить, деньги забирает полностью специалист. Я, на, это, это такой, акция на пятом модуле. Оно по-другому потом очень немножечко работает, но они получают, те, кто захотели, получают свои деньги и продают. И по-хорошему, давайте по-честному, в субботу будет марафон практик. Я в нем даже участвовать не буду, потому что я в это время буду вести шок. Мне, блин, здесь очень досадно и обидно, да, но я даю эту возможность. Так, а где-то, а есть где-то контакты ваших учеников, которые берут в консультации? Есть контакты, я поделюсь этими контактами, будет оформлена страница. Ну, во-первых, прям сразу можно говорить о тех, кого я сейчас представляла, да, и всех, кого я сейчас представляла, эти все мастера берут и ведут консультации. Да, это и Вика, сейчас я включу, да, и Вика Добровольская берет консультацию, Оля Малевицкая, Андрей Горын, Андрей Симоненков, прости, Андрюха, Андрей Симоненков, Аня Савельева, не вижу здесь, ее бы не просила. И буквально чуть-чуть позже будет отдельно сайт, ну, прям сделан, оформлен, куда можно будет записаться, постучаться, записаться и записаться на консультацию. Так, что-то я хотела, что-то я хотела. Я, Андрей, давай я не помню, я, честно говоря, запланировала такой красивый переход. У меня было прописано красивый переход от всего того, что я вещала, к тому, что я хотела дать слово буквально коротко тем, кто здесь есть, и Горыныч, и Оля, может быть, Вика, я, Вика, тебя сегодня не дернула, прости, да, я не помню, как красивый переход был задуман, поэтому давайте просто, Андрюха, дай пару слов, потому что ты тут, понимаешь, прям целый капитан, а теперь целый расстановщик. Давай ты просто скажешь фразу «красивый переход», и я... Красивый переход, красивый переход, все услышали, поставьте плюсики, чтобы вы услышали фразу «красивый переход». Да, всем привет еще раз. Да, это значит, вы услышали фразу, я не пущу цифру. Есть, вот, видишь, красивый переход, погнали. Отлично. Ну, коротко про мой опыт. Я со Светой долго и плотно среагировал когда-то на игру к эссу, и вместо того, чтобы пойти туда как клиент, у меня был очевидный выбор, я пошел туда учиться как ведущий. Вот, и так вышло, что я одновременно завершал обучение, то есть одновременно проходил и кэсс, и метус, и сертифицировался на двух ведущих. И в очень скором времени после этого Света объявила курс денежной расстановки. Соответственно, у меня изначально была задача работать с темами про деньги и с темами про бизнес, поэтому денежные расстановки мне легли прекрасно. У меня не было страхов, у меня не было сомнений, то есть я сразу туда шел за рабочим инструментом. И для меня оказалось неожиданным бонусом, о котором я вообще не думал. Это смешно, конечно, но я об этом вообще не думал, что помимо инструмента, которым я потом буду работать, за время этого курса идет взаимная проработка нас самих. То есть об этом я даже не подумал. Для каких-то других коллег, людей, которые шли учиться вместе со мной, это была основной задачей, основной целью. Мне это даже в голову не пришло. Проработка действительно идет глубокая. То есть на каждом модуле целый пласт прорабатывается. Перемены есть уже во время обучения, независимо от того, будете ли вы дальше этим работать как инструментом. Но у меня такой вопрос не стоял. Я работаю в этом сразу. Если хотите что-нибудь спросить, можете спросить. Да, мне, кстати, недавно рассказали анекдоты. Я пока Свету слушал сейчас, вспомнил на тему, а вдруг, а если, а если страшно. Значит, анекдот такой. Изя, жарьте рыбу. Ну как же, Семен, у меня нет рыбы. Изя, вы жарьте, рыба будет. Это к тому, что если вам не очень-то понятно, какой эффект вы получите от курса, но интерес есть, вы вступайте на этот путь, иначе вы никогда не узнаете, чем это закончится. То есть исследуйте, есть ли у вас тяга, отклик и вообще какой-то интерес. Нет, у меня нет образования психолога. Я не психолог, я расстановщик. Я очень глубоко занимаюсь именно расстановками. На картах, без карт, с заместителями, без заместителя, как угодно. Я не психолог. Вот, доклад окончен. Красивый переход. Спасибо большое. Есть вопрос. Именно проработка выбросила меня с курса. Поднялась большая рыба, и я с ней пошла на дно. И здесь нет вопроса, Карин, сформулируйте вопрос, да, если вопрос сформулировать. Потому что проработка выбросила с курса, проработка подняла большую рыбу. А вот что с этой рыбой делать потом, это выбор. Можно рыбу оставить себе, а можно пойти прорабатывать рыбу. Да, бывает такое. Тут я не совсем знаю вопроса, не совсем могу понять вопрос. Но действительно, да, бывает. Слушайте, я вам не буду сейчас рассказывать о том, что проработка это, знаете, розовые цветочки и пряники, и все вкусно. Ни фига подобного. Это сопли, слезы, психи и маты. Периодически. А потом лютый ржач, а потом дружба, а потом близость, тепло и любовь. И потом деньги. Но это уже потом. Но на самом деле, когда я говорю проработкой, крутые результаты, я не говорю про пухнул и пахнет ромашкой, вы знаете ли. Пахнет то, что было внутри. Поэтому тут вопрос не про, ну да, поднялась, что с ней делать. Хочу обратно, но боюсь, что опять выбросит. Выбросит, выбросит, то есть с большой вероятностью опять поднимется то, на что не захотели смотреть в прошлый раз, опять поднимется. И тут будет тот же самый выбор. Либо опять оставить эту травму себе, либо пойти и с ней что-то делать, и с ней прорабатывать. И это по-честному. Это по-чесноку. Так, хочу делать, значит делать. Ну то есть, опять Карина сформулирует вопрос. Ну значит делать. Да, пожалуйста, возьмите во внимание. Когда я говорю про денежные расновки на карте, это офигительный инструмент. Офигительный. Но правда в том, что действительно там прорабатывается. Результаты крутые. Но проработка, это тогда, когда вы смотрите на то, что больно. Это тогда, когда вы смотрите на то, на что смотреть не хотелось. Это больно. Это убить хочется. Убить. И иногда на трупах танцевать. Иногда я бываю жутко вообще романтичной. А иногда просто плакать в подушку хочется. И так тоже бывает. И это тоже правда. За какое время получилось масштабироваться до желаемого? Это вопрос к Андрею, я так понимаю. Андрей, за какое время? Желаемое далеко впереди. Надеюсь, к концу жизни масштабируешь туда. То есть, этот процесс-то бесконечный. Ну то есть, зачем я шел? Я шел за своим интересом. Мне это интересно. То есть, сама тема про развитие бизнеса и про проработку вопросов денег, она и мне актуальна. Это то, что является моим действительно интересом. То есть, это некий зов души. Соответственно, когда у вас интерес к чему-то есть, у вас нет шансов. То есть, вы точно на этом будете зарабатывать, если проработаете всякие разные травмы. Проработка травм будет длиться всю жизнь. То есть, тут тоже не надо ждать чудес. Это как спираль. Это не хождение по кругу, а это как бы замывание по спирали. То есть, на каждом этапе, будь прорабатывать фактически одно и то же, просто на новом уровне. Соответственно, я практиковал я сразу. То есть, у меня не было такой идеи, что вот я сейчас курс пройду, а потом подумаю, как на этом зарабатывать. То есть, а с первого же модуля я это применял сразу. Жарил рыбу, не отходя от кассы. Я же вам сегодня же говорила, что я прямо сейчас озадачиваю тем, чтобы купить пакет из 10 консультаций. Как вы думаете, нафига по кубаям? Потому что каждый раз. Я помню, когда я смотрела на 1000 евро, и это был период в жизни, когда 1000 евро для меня была совершенно недосягаемой суммой, абсолютно недосягаемой. Потом у меня был потолок 20. Ой, 20, простите, 2. Потом у меня и 20 был потолок. Сейчас, когда... Потом я несколько лет подряд играла, я увеличивалась в 3 раза. Несколько лет подряд с 2018 года. Потом в этом году я поняла, что мне не дровит. Я умею, я знаю, отработанная схема не дровит. Да, я поставила... В этот раз я поставила себе в 10 раз. Хотя, да, один раз у меня уже есть в опыте, когда я увеличивала себе доход в 10 раз. Зарекалась, сказала, что больше никогда. Зарекалась, а свинья в грязь не ходить. Да, в этом году... Ну, то есть на тройку я увеличилась уже. Вот сейчас, да, по результатам... Еще не апреля, это по результатам марта. По-моему, по результатам марта. На тройку я уже увеличилась. Мне на год интересно в десятку. Ну, я же с собой тоже играю. Поэтому тут не про как пришел к масштабированию, да, а про то, что когда я прихожу, не знаю, когда я зарабатывала... Начала зарабатывать тысячи долларов, я захотела 3. Когда я зарабатывала 3, я захотела 10. Когда я поняла, что у меня есть десятка, я захотела там, ну, в начале 15-20. 20, теперь я хочу больше, сильно, больше, значительно. Да, и на каком-то этапе, и с кайфового, по-честному, на каком-то этапе включается драйв. Уже, ну, другое отношение, другие отношения с деньгами начинают выстраиваться, начинается с деньгами. Не деньгами играть, а с деньгами. Вы начинаете, ну, вот... Это другое качество отношения с деньгами. Это, конечно, мега круто. Так, кто-то спрашивал, можно ли зайти на курс. На курс еще зайти можно, более того, у вас сегодня будут еще два крутых подарка. У вас будут два крутых подарка. Одним из них, вы честно... По-честному, одним из них – это идея Андрея. Это идея вот того самого Горыныча, который только что говорил. Вначале у меня была одна идея, он мне подсказал, мы с ним посидели подумали, он подсказал другую идею. Поэтому, да, зайти на курс можно будет, плюс еще вам сегодня будет вкусненько. Бару слов Оле я хотела... Сейчас я еще буквально одну фразу. Я дотошный в плане смыслов, да, потому что частенько, частенько, ну, мы что-нибудь говорим, подразумеваем одно, а звучит немножко другое. Вот, чуть-чуть влезу с поправочкой. То есть Света много раз вспоминала, что на курсе она дает и знания, и инструменты. Так вот то, чего она не упоминала, да, это подразумевается, но это надо сказать вслух. Навыки там вы нарабатываете, инструменты инструментами, но у вас за время работы в курсе появляются навыки ваши, практически. Соответственно, дальше вопрос не в том, что с этими инструментами делать, да, дальше уже вопрос, как проявляться, выходить в социум и клиент вызывать. То есть помимо инструментов в ваших руках, у вас будут лично ваши навыки, как с ними работать. Слушай, Андрюк, спасибо. Я про это, честно говоря, прям даже не думала. Я все-таки, поскольку я заикнулась о подарках, нет, давайте я вам хорошее уточнение, да? Одна голова хорошая. Слышите, я тут пишу, что ты Добрыныч. Одна голова хорошо, а две-три головы, как правило, лучше. Давайте так, я еще дам слово Оле, а потом расскажу про подарки, потому что подарки реально крутейшие, вот прям крутейшие. Поэтому буквально, Олечка, пару слов, чтобы не тянуть сильно время. Может быть, я сегодня побью все рекорды, даже, и уложусь раньше, чем два с половиной часа. Я старалась. Шахеризата Степановна, я готова. Да. Как бывший диктор, говорю, быстро, куротко, ясно и со смыслом. Я хотела упомянуть мысли, которую наверняка вы уже встречали не раз, о том, что жизнь человека, судьба человека определяется его выборами. И вот есть в судьбе каждого человека есть такие триггерные точки, когда то, что ты выбрал, определяет, что с тобой будет. Вот мы когда-то выбрали попасть в денежные расстановки. Мы были с Андреем однокурсниками. Первый поток, первые однокурсники. И от нас уже пошло, пошло. И с каждым потоком количество людей увеличивается, они все проходят через меня. Кстати, у меня есть такая прекрасная ведьминская способность. Я умею видеть таланты людей и помогать им их раскрывать. Поэтому можете у меня проконсультироваться, какие продукты света, для чего купить. Это так, на будущее. И еще, Андрей анекдот рассказал, а я упомяну тоже известную вам историю про двух лягушек, которые попали в крыночки с молоком. Одна била лапками, избила маслица и выскочила из этой крыночки. А другая подумала, да ничего у меня не получится, сколько я уже била лапками, не буду я больше бить лапками. И вот каждый из нас выбирает, какой лягушкой быть. И вот что выбирает, то и имеет. А теперь подарки. А, вообще-то коротко. Я думала, ты подтвердишь, что пять раз цену увеличила, что ты в школе работала. А потом вот, а ты такая, раз, и ушла в лирику. Я работала в школе, учительницей, представляете, вообще. Да, да. То есть я к Свете пришла из школы, бежала из Киева. Я сама одесситка, работала в школе несколько лет в Киеве. И, конечно, я очень любила свою работу. Я люблю учиться, люблю учить, но я уперлась в то, что вот есть потолок у учителя. Это зарплата, и дальше нет возможности расти. Мне хотелось свободы и роста. И я сделала вот этот прыжок, я как-то лягушка била-била лапками и набила. По поводу увеличения, хотела тоже интересно привести вам пример. Самое страшное, увеличить с маленькой суммы на сумму чуть-чуть побольше. Больше всего я боялась, когда с 20 евро я вдруг осмелилась на фестивале, который у нас был после ПДП, увеличиться, за три консультации взять 100 евро. И когда меня первый раз спросили, я думала, я умру, но я держалась, и я смогла произнести, потому что я прошла социальное мужество. На тот момент я уже была укреплена, и я смогла произнести. А когда я потом увеличивалась, ну, можете поделить, да, три консультации за 100 евро, это приблизительно 33. Когда я потом обнаглела и увеличилась на 50, я уже говорила совершенно спокойно. Когда я говорила на 70, то мои клиенты тоже восприняли это нормально. Когда клиентка вернулась, а уже было 100, это к тому же с 20 до 100, да, за короткий достаточно срок, она сказала, Оля, ну, я уже ничему не удивляюсь, я уже согласна на будущее, и через пару месяцев приду, и ты скажешь больше, я уже тоже согласна, потому что я вижу, какая ты, и я тоже так хочу. Вот это. Вот это. Вот это круто. У меня, на самом деле, работает по цене, у меня работает, если совсем честно, по-другому. Я каждый раз увеличиваю цену, каждый раз увеличиваю цену. У меня есть определенные сигналы, по которым я понимаю, что нужно цену увеличивать. У меня сейчас сигналы срабатывают уже, наверное, месяца полтора-два, как срабатывает сигнал, что нужно увеличивать цену, но у меня есть там конкретный пунктик, когда я начну увеличивать, я увеличу цену. Но я увеличила, в общей сложности я начинала, когда самые первые мои консультации стоили 10 евро, 10 долларов, по-моему, тогда это было, плюс-минус, ну, это было очень много лет назад, но, тем не менее, это было 10 евро, 10 евро или 10 долларов, я уже точно не помню, на самом деле, потому что это было в гривне. А сейчас у меня консультация стоит 200 евро, либо летом, либо в сентябре, потому что в августе, скорее всего, вообще в отпуск уйду, у меня будет стоить минимум 300 евро. Каждый раз, вы можете себе представить, с 10 до 200, то есть я там серию проходила, и каждый раз, первые разы, по-честному, мне стрёмно, каждый раз. Я знаю, как это работает, я знаю, что всё равно, ну, всё равно люди будут, я знаю, что максимум я сделаю себе, чуть-чуть разгружу график на ближайший месяц-два, потом он также будет заполнен. Но каждый раз, вот если Оля потом на 50 говорила спокойно, на 70 спокойно, на 100 спокойно, я со 165 поднимала там, ну, вот это небольшое, просто очень небольшое поднятие, там до 200, и каждый раз у меня такое внутри, просто у меня ик отдельно, а действия отдельно. Вот это правило бойся, то есть я каждый раз боюсь, каждый раз боюсь, я боюсь и делаю, чего, собственно говоря, чему обычно и учу. Так, слегка беда начала, только вперёд, новичок поставит 200, и как коллеги, наставники, и вы к этому отнесутся, возьму пример и подниму свои цены. Ещё раз, я сейчас покупаю консультации, покупаю консультации, моя цена 200, я оплачиваю за 10 консультаций 4 тысячи, 4. Как я к этому отношусь, посмотрела, сказала, ты крутая, я поднимаю цену. То есть новичок поставит 200, я буду гордиться, буду ставить в пример и буду двигать. Очень, ну, очень, да, и скажу, блин, смотрите, да, можно больше. Сейчас расскажу, какая стоимость цена. Есть в денежных расстановках на карты, есть минимальный пол, минимальный. Больше, хоть по тысяче, по пять ставьте консультации, да только на здоровье. Я в этом отношении, да не только в этом отношении, сейчас будет не скромно, но это будет правда, я не конкурентна. Я настолько принимаю конкуренцию, те, кто проходил пятый модуль, вы понимаете, сейчас прошлое. Я настолько принимаю конкуренцию, я настолько понимаю, что значит конкуренция, что я своих точно не мочу, гарантированно не мочу. Я своих стараюсь двигать максимально. Если кто-то из моих ставит цену выше, чем я, я говорю, круть, молодец, похоже, мне тоже, может быть, можно. Что-то в этом роде. Я точно не начну говорить о том, что там выше меня нельзя, либо, да, понимаете, успехи моих клиентов, это же мои успехи. Если мои ученики идут, развиваются, это же мне есть чем гордиться. Я не просто не конкретно, я настолько уважаю конкуренцию, что я точно не мочу своих. Я в принципе не мочу. Обычно люди сами прекрасно с этим справляются, нет зачем. Но из серии, а как отнесутся, пойдут учиться, что я вам хочу сказать. Обычно те, кто учит, принижают учеников, рядом с вами не страшно. Нет, я точно нет. Я, блин, я расту вместе с вами. Это тоже правда. Так, про подарки, про оценные, про подарки. Значит, первый подарок. Я же, ну вот, взяла и сразу спалила. Я же отдаю себе отчет, что большинство, я такой подарок делала на 8 марта. Я отдаю себе отчет, что самый-самый-самый-самый страшный страх этой серии, вот, а как я потом смогу продать. Те, кто со мной не первый день, не первый год, вы же знаете, что я обучаю продавать. Понятное дело, что я небольшой урок по продажам пихнула уже в пятый модуль этого проекта. Более того, а вот здесь уже тем, кто у вас есть время сейчас и, Оль, я не знаю, 24 часа или 48 часов дать на финальную оплату. Те, кто заходит в проект сейчас, у вас есть возможность на базовый пакет продажи для психологов зайти. Я давала этот короткий, да, короткое окно возможности девчонкам подарок на 8 марта и сейчас его повторю. Те, кто будет заходить в проект сегодня, у вас будет возможность, это остается за вами, это первый подарок, это первый сюрприз и бонус. Вы сможете зайти на базовый пакет продажи для психологов бесплатно. Базовый пакет продажи для психологов стоит 200 евро. Это первое. Теперь, сколько стоят пакеты? Смотрите, сколько стоит курс? В зависимости от того, какой пакет. Давайте мы сделаем так. Первое. То, что в этот курс вообще в программу входит. Первый модуль – это когда мы говорим про контакт с большими деньгами. Здесь ударение на О. Контакт с большими деньгами. В первом модуле мы работаем с причинами стыд, страх, вина. Сюда же идет включение внутреннего ребенка и выход внутреннего ребенка в большой мир. Это первый модуль. Это месяц. Второй модуль. Там, на самом деле, техник намного больше. Вы увидите на сайте. Я сделаю сейчас. Отправлю вам. Почему у меня не открывается? Отправлю вам. Брюки превращаются. Брюки превращаются. Нифига. Брюки не превращаются. У меня не открывается почему-то. Совершенно не открывается хром. Продолжай. Я отправлю. Да? О, Оля. Брюки я. Я же люблю шить. Брюки – это камни. И брюки превращаются. Оль, отправь и на канал, пожалуйста, и сюда, в чат, чтобы можно было сразу перейти. Вы посмотрите более подробно, какие там техники. Второй модуль – это все, что касается рода. Это родовые деньги. Это финансовые истории по линии отца, финансовые истории по линии мамы. Лояльности переплетения, исключенные, тайные, забытые, рожденные, нерожденные – это второй модуль. Третий модуль – это родительские деньги. Это все родительские установки, это родительские стратегии. Это работа с наследством. И то, как оно препятствует получению своих денег иногда бывает. И в принципе, как с этим работать – это третий модуль. Четвертый модуль – это личные деньги. Это управление деньгами, это внутренние отношения со взрослыми деньгами, с детскими деньгами, с капиталом. Это работа с долгами. Разные техники и схемы, как можно работать с долгами и как это устранять. Пятый модуль – это взрослые деньги и создание денег. Это частично то, про что мы говорили с вами сегодня. Шестой модуль – это конфликты любовь и деньги, духовность и деньги. Очень у многих эти конфликты есть. И это достаточно востребованная история. Когда пока я не была в отношениях, у меня было бабло. Как только я пошла в отношениях, у меня теперь есть любовь, зато денег нет. Не у меня, не у партнера, например. И седьмой модуль – это сексуальность и деньги. Это те программы, те основные темы, которые вы научаетесь прорабатывать. По сути, это большее количество запросов клиентов вообще. Стоимость. Оля, по-моему, я спрашивала, можно ли практиковать, начиная с базового уровня. Конечно, можно, кто же вам запретит. Я точно не буду. Я точно буду всячески это поощрять. Есть определенный выход на мою аудиторию. Я бережно к своей аудитории отношусь. Кажется, что я такая где-то хулиганка-расвистяйка, великовозрастная. Но на самом деле я к аудитории отношусь своей очень бережно и с большим уважением. Поэтому на мою аудиторию выход могут получить только начиная с пакета профи. А в принципе практиковать, конечно, можно начинать и в базовом пакете. Конечно, да. Обязательно, да. Теперь сами пакеты. Базовые – это коротко. Я очень коротко здесь описала. Опять же, на сайте там подробнее. Я иногда путаю местами буквы. Так точно бывает? Да, базовые – это все материалы. Все материалы, все темы, все техники. Все есть в базовом пакете. Это парные практики. Вы работаете со своими одногруппниками. Это два раза каждые две недели. Каждые две недели встреча со мной. Каждые две недели встреча с Анной. Анна Ивакина, старший куратор проекта. Это встреча, вопрос-ответ. Да, это 200 евро стоит один модуль. Стоимость за один модуль – 200 евро. Собственно говоря, по поводу рассрочек, я могу поставить цену за все 7 модулей, но я отдаю себе отчет, что чаще всего, кому удобно вы можете оплатить все 7 модулей, 1400 евро – не вопрос. Я знаю, что чаще всего людям удобнее платить за один модуль. Поэтому цены стоят за один модуль. Дальше пакет профи. Это все, что есть в базе. Но в пакете профи вы уже все свои видео записываете, и кураторы просматривают каждое видео. И все свои практики вы записываете, и кураторы просматривают каждую практику. И по каждой практике дают вам обратную связь. Помимо этого у вас раз в неделю встреча куратора… Помимо всего того, что в базе, у вас раз в неделю кураторская встреча. Это когда кураторская практика, когда вы работаете с куратором, кураторские супервизии, поддержки, вы делаете практику, вы делаете разбор это практикой, начиная уже вот с пакета профи, после пятого модуля. Есть доступ к моей, есть практика с аудиторией, с моей аудиторией. Это когда возможность, вы получаете одну возможность выходить и делать диагностики, работать. То, что придумали, то, что будет в субботу, это просто придумали, собственно говоря, участники и кураторы. Я тут вообще была ни с новым недухом. Но если сейчас это классно пойдет, и вам, аудитории, это понравится, мы это будем повторять. Дальше. Возможность. Почему я написала опционально? Потому что на европейскую ассоциацию это нужно будет отдельно сдавать, будет отдельный модуль. Это не просто, что если вы прошли, то вы автоматически получили. Диплом. Там будут супервизионные работы, которые нужно будет сдать для того, чтобы получить европейскую сертификацию. Но поверьте, я сейчас очень-очень много делаю работы, большую работу для того, чтобы эти европейские сертификаты котировались и признавались в коллегиальном сообществе. Возможность зайти в команду кураторов, то есть впоследствии получить работу в команде. Возможность зайти в команду, а, написала, в команду консультантов школы. Вот то, что меня спрашивали сегодня, можно ли будет буквально команда консультантов школы, которые можно будет записываться, которые, в принципе, тоже будут обеспечены работой. Стоимость профи, пакета профи – 350 евро. Стоимость пакета профи. Дальше. Профи плюс. Ну, я коротко расскажу, но там мест нету. По-моему, вообще нет. Я не знаю, может, там есть одно место, но это надо будет у Оли потом посмотреть, спросить. По-моему, там уже нет места. Оль, прости, потом у тебя спросят. Пакет профи – это все то же самое, что все, что в профи, плюс две консультации со мной. Одна консультация – это внутренняя трепетитика, другая консультация – это простраивание внешней стратегии действия. Это 850 евро за модуль. Но, по-моему, там уже нет места. Это что касается наполнения пакетов и стоимости. Для тех, кто сегодня оставляет заявку и в ближайшее время оплачивает, вы получаете гарантию того, что у вас точно получится. Вы получаете вход на базовый пакет продажи для психологов. Я еще про него не говорила, но те, кто были на нем, знают, что это крутейшая совершенно штука, потому что она адаптирована под все сложности, с которыми встречаются психологи. Вы же понимаете, что то, как я знаю, как психологам продавать, ни один тренер по продажам не знает нюансов. И есть крутые техники, крутые мероприятия по продажам, Крутые, поверьте, всех известных тренеров крутейших, у меня есть вообще любимые, конечно, но всех известных игроков, которые есть на рынке, я у них обучение по продажам покупала. Вы же догадываетесь. Но я знаю, как это делать психологам и с какими сложностями встречаются наши братья. Когда начало? 24 апреля. Старт проекта 24 апреля. И еще один подарок, за который, конечно, спасибо Горынычу. Прости, Горынычу. Ну, блин, привыкла. Я так привыкла. Да, ПДП выше только звезды. Спасибо, Оля. Действительно, ПДП – это продаж для психологов. Это крутейший, бомбический проект. Просто бомбический проект. Теперь, так же самое. Но это, я, знаете, я сомневалась, на самом деле, делать ли это. Но, с одной стороны, а, много интересующихся. В смысле, делать ли этот подарок. С другой стороны, я придумала, что если даже это не будет интересно вам, вдруг, вдруг, да, то я даже дам возможность передачи этого сертификата. Для тех, кто регистрируется сегодня, да, и оплачивает. Я вот только не знаю, 24 часа дать, Оля, или 48 часов еще дать. Ну, типа там, а-ля… Или 24 и хватит. Получают сертификат на 500 евро на осенний поток бизнес-расстановки на картах. Это уже организационная консультация. Да, Оля, правда? С Горынычем посидели, подумали. Получают сертификат на 500 евро на осенний поток бизнес-расстановках на картах. Этот сертификат, если вы не хотите туда идти, вы его можете передать. Единственное, если приходит на осенний поток кто-то с вашим сертификатом, но не вы, он должен указать от кого. И один сертификат, понятно, на одного человека. Этот понятно, надеюсь. Так, как попасть на ПДП? Два варианта, как попасть на ПДП. Либо зайти, либо, ну, если вы заходите на… Сегодня, если вы заходите на денежные расстановки на картах, вы автоматически там. Если вы не заходите на проект денежной расстановки на картах, тогда, ну, просто подождать, когда я короткую рекламу ПДП в аквариуме дам. Я дам короткую рекламу на ПДП. Еще раз, как попасть на ПДП? Если вы, для тех, кто сегодня заходит на проект денежной расстановки на картах, на сайте оставляет заявку, Олечка, ты кинула в чат? Отправить вот сюда в чат тоже ссылку, да, чтобы туда-сюда не надо было бегать. Оля сейчас отправит заявку на сайт. Если у вас возникают сложности, вы там нажимаете, вдруг сложность у вас почему-то не проходит оплата. Я точно знаю, что сайт иногда блокирует монобанк. Не спрашивайте, почему, я не знаю. Да, если у вас возникают сложности, тогда вы пишете Оле. Оле на контакты тоже у вас есть, я еще их продублирую на канале. Вы можете написать Оле. Оля, она волшебница, она все вопросы с оплатами решает. Уже зашла. Если вы уже зашли, тогда вы, если вы зашли, тогда вы, если вы зашли сегодня, по сегодняшней цене, тогда вы в ПДП. Если вы зашли нет сегодня, тогда я думаю, что я еще сделаю определенные условия для тех, кто зашел раньше. Я про это подумаю. В любом случае, на той неделе вы зашли по сниженной цене, там, ну, я подумаю, какие условия будут. То ПДП будет в любом случае, и информация о нем точно будет. А чем денежные расстановки отличаются от бизнес-расстановок? Юля, Катик, вообще разные вещи, вообще разные вещи совершенно. Дело в том, денежные расстановки – это только про деньги. Бизнес расстановки, бизнес намного шире денег, намного больше денег. Деньги – это только одна пятая составляющая бизнеса. Да, деньги – это кровь бизнеса, да, это вот то, что бизнес делает живым, на самом деле, во многом. Но это намного, это далеко не только деньги, это раз. Это зависимость, видят ли клиенты бизнес, а не только меня, как выстраиваются отношения в бизнесе, попадает ли бизнес-предложения под спрос аудитории, это все тестируется, это тестирование цены, как найти, по какому рекламному каналу придут клиенты, по какому не придут, какие клиенты, по какому рекламному каналу придут, а для каких клиентов другой рекламный канал должен срабатывать. На разные целевые аудитории, и это все тестируется в бизнес-расстановках. Бизнес тоже на картах, да, бизнес тоже, ну, конечно, бизнес будет тоже на картах. Структурные конфликты внутри, какой сотруднику, вы что думаете, у меня такая крутейшая команда, вы, коллеги, простите, полюс, вы правда думаете, что я не тестила, кого из кураторов, кто из кураторов усилит проект, а кто его ослабит, даже просто своими полевыми системными процессами. Вы думаете, что у меня такая крутейшая команда, с которой, блин, можно и ржать, и дела делать, и работать, и по-серьезному, и вы думаете, потому что я просто, а вот он мне нравится, нифига подобного. Я ставлю работу, ставлю расстановку, завожу и тестирую, я точно знаю, кого я хочу видеть в проекте, и потом я пишу, Гарри Неч, я хочу тебя видеть в проекте, Оля, я хочу тебя видеть в проекте, там, не знаю, Вика, я хочу тебя видеть в проекте, я тестирую, кто из сотрудников у меня усилит этот проект, а кто не усилит этот проект. Бизнес расстановки – это совершенно другая вообще, совершенно другая история, которая, ну, которая, да, влияет на деньги, но там совершенно другие вещи. Если у человека непростроенные отношения с деньгами, это будет влиять на его бизнес, обязательно будет влиять на его бизнес, но если у человека простроенные отношения с деньгами, это не значит, что он еще может построить успешный бизнес. И бизнес-консультирование сейчас, ну, очень набирает, очень набирает, как мне обороты, я вылетела слово на русском, бекуш, на иврите, я же перевожу еще иногда. Зашла раньше, хочется подарка. Я подумала про это, но если вы зашли раньше, вы зашли по другой цене. Это, кстати, тоже, да, но как вот этот вот момент обойти, я подумала. Популярно, спасибо большое, почему-то в личное сообщение. Я подумала, что из этого хорошего сделать. Да, что-то меня унесло в бизнес расстановки. Все, на этом я, наверное, с вами буду скоро прощаться. Еще раз, я не вижу, Олечка, ты кидала вот сюда в чат? Я имею в виду в чат, в чат в зума, куда можно перейти. Я кидала несколько раз, да, кидала. Да, это значит, у меня просто улетает оно. Потому что я вижу в чате, в чате, ну, на канале в чате я вижу. Я имею в виду в телеграме, в телеге в чате я вижу. А здесь я не вижу. Ну, ладно, значит, у меня улетает. Сейчас еще раз кину и реши все-таки, сколько по времени, 24 или 48? Мы же будем видеть, когда ставлена заявка на сайте. Да, да, конечно. Да, сайт мониторится прямо сейчас, сидит человек, который мониторит сайт и мониторит все заявки. Вот я, кстати, уже вижу, что пошли заявки. Да, я еще не вижу имена. А, Луговская, я вижу прямо имена. Луговская, поздравляю. Ну, Луговская, Анна, вы уже владелец этих подарков. Сейчас я буду смотреть, кто еще дальше. Я вижу, по-моему, Татьяна, но я не вижу фамилию. Вижу номер телефона и вижу Татьяну. Пакет профи. Круто. То есть я начинаю сейчас. И, Оль, сейчас будут, ну, демо-мониторить заявки и сразу перекидывают в чат. И ты сразу, да, сразу связываешься, чтобы у людей была возможность это все получить. Мы видим, когда, да, тут у нас будет 24 часа плюс кто-то будет в записи. 24 часа на заявку максимум и на оплату. Ты связываешься и на оплату, чтобы не было, чтобы это не размазывалось слишком-слишком долго. Все, прекрасно. Я с вами на сегодня прощаюсь. На сегодня. Вас впереди еще ждет суббота. Вот тут мне само интересно. Я вам завтра отправлю темы, которые будут в субботу. Темы, про которые будут рассказывать, показывать, показывать и демонстрировать, практики делать. Не знаю точно. До конца сама не знаю, что. В смысле, я знаю, с какого проекта. Но это, я смотрела, должно быть мега-мега круто. Если возможно, повторите, пожалуйста, про один бесплатный модуль. Я повторю, но это был не один бесплатный модуль. Я ничего не говорила про один бесплатный модуль. Я говорила о том, что тот, кто заходит сейчас на проект денежной расстановки на карты и оплачивает его в течение 24 часов с момента заявки, получает бесплатный доступ на проект продажи для психологов. Я это делаю для того, чтобы поддержать вас и для того, чтобы вы понимали, что у вас будут все инструменты эти вложения окупить. У вас будут все инструменты эти вложения превратить в крутую инвестицию, а самая крутая инвестиция – это в себя, это в свою голову. У меня, я думаю, как и многие из вас, когда началась война, да, я все мое имущество, когда началась война, уместилась в одну машину. И можно потерять деньги, можно потерять имущество, можно потерять очень много, но когда есть навык деньги создавать, а это то, чему я здесь учусь, очень быстро деньги создаются заново и восстанавливается, и состояние материальное, и деньги, и имущество, все остальное быстро восстанавливается. Вот этому я учусь. И для того, чтобы вас поддержать, вы понимали, что вы зайдете на проект денежной расстановки на картах и получите доступ к ПДП, и сможете это продавать и зарабатывать на этом, или проработать себя, вот для этого я дала доступ на бесплатный доступ, господи, Экву Мэкву, бесплатный доступ на проект, базовый пакет продажи для психологов. И сертификат на 500 евро на осенний поток бизнес-расстановки на картах. Если вы хотите, вы сможете его передать, но тот, кому вы его передаете, должен сослаться на вас, должен предоставить вашу фамилию. Вот это я вовремя зашла, вот это вы вовремя зашла. А на базу можно любые коллупы ответные, любые, да, да. Я люблю свои, ну это же понятно и очевидно, у меня есть своя идея, почему именно эти, но на самом деле можно любые портреты. Должна быть одна портретная коллупа, одна порталы, да, гейропорталы, порталы, эко, переведенные в онлайн, если у вас такое есть, да, и любая сюжетная коллупа. Единственное, в сюжетные коллоды будьте, пожалуйста, внимательны, если вы берете цифровую колоду, и, пожалуйста, цифровые колоды, потому что не всегда у вас будет получаться, переведите в цифру. Если у вас отпечатанное, переведите просто в цифру, если у вас нету еще в цифровой. Не всегда будет получаться, не всегда будет удобно это смотреть на столе, и это нужно выводить, лучше выводить на экран. Бумбарумбарум, что-то я умное только что хотела сказать, и у меня вылетело не попрощавшись, так тоже бывает. В общем, коллоды могут быть любые, да, любые. А, вот вспомнила, в сюжетные коллоды, пожалуйста, обращайте внимание, чтобы условно-негативных сюжетов, условно-негативных, спасибо, да, Евгения, условно-негативных сюжетов было не больше 30%. Есть некоторые коллоды, которые заточены на работу с травмой, заточены на работу с травмой, и она не подходит к этой, то есть их там слишком много, по-моему, из сундука прошлого или что-то про детство, я не помню. Крутейшая коллода для работы с травмой, крутейшая, но там нет вот этого процента позитивной и нейтральной ситуации. Какой диапазон, я буду тестить, я буду тестить про диапазон цен. Ну, давай так, модуль будет стоить меньше 500 евро. Модуль будет стоить меньше 500 евро, это базовый. А в этот раз, кстати, пакет не будет большого разлета между пакетами, но модуль будет стоить меньше 500 евро, это я вам гарантирую. Так, где брать карты? Я, по-моему, обещала, да, что карты? Оль, напомни мне, ты же у меня все знаешь. Все эти вопросы можно задать мне, я отвечу каждому персонально. Вот, отлично, тогда можно лучше записать, где брать коллоды. Колоды вы получите в цифровом формате, точно успеете. Колоды, он в цифре. То есть вам максимум отправятся вы, те, кому я обещала, это, по-моему, был прошлый поток. Ну, во-первых, в профи, не поток, а вебинар. В профи коллоды точно входят. На прошлом я, для тех, кто был на прошлом, я обещала дать коллоды. Если вы не были, еще не зашли, напишите Ольге, Ольга этот вопрос решит по поводу коллод. Это совершенно решаемо, это цифровой формат, он очень удобный. Это те коллоды, которые вы видите каждый раз, когда я работаю в аквариуме. Это как-то как раз все решается. Слышишь, прямо сейчас читаю, на канале пишет Лена Абакумец, наш сейчас поток, который идет. Я сейчас на третьем потоке этого курса, сейчас смотрю анонс, и хочется его снова купить. Лена, я тебя люблю. Это целая сокровищница глубинных знаний. Спасибо, Светлана. Я не буду зачитывать это вслух, я потом это почитаю и мысленно пообнимаю. Ну, блин, зайдите, почитайте, ну это же крутотень какая-то. Ну это же круто. Да, отдельное спасибо за куратор Анну Ивакину. Ой, кураторы у нас крутые. Я знаю, что многие, знаете, что говорили? Я еще пару минут еще вас... Я тоже хочу купить. Вика, ты куратор, Вика. Капец. Кураторы хотят купить. Вика, так нечестно. Ты мне нужна как куратор. Извини, пожалуйста. То, что я хотела сказать. Кураторы... Я знаю, что некоторые, когда заходили, они мне на старт вначале писали. Вы тоже будете, скорее всего, писать. Писали... Я думала, что куратор это... Ну как обычно кураторы в проектах, да? Ой, девчули, ой, привитоли, у вас все получится, я в вас верю. Они же здесь работают. Они же здесь дают обратную связь. Они же здесь... А к ним же можно... Аниматор обычно. Так вот здесь кураторы не аниматоры. У меня кураторы это бомба. Это такие вообще крутые ребята. Это такие крутые спецы, которые за своих... Иногда мне кажется, что они за своих и мне глотку готовы порвать. Для того, чтобы своим девчонкам в своей группе помочь. Да, печаль, что заканчивается обучение. Хочется, чтобы не заканчивалось. Илона. Илона, она в базовом пакете. Кстати, вот те, кто проходили диагностики, вы все, те, кто были на диагностиках, да, у мастеров, вы все получали в конце диагностику заключение. Заключение, когда ваша раскладка по картам, когда заключение мастера, рекомендации мастера, составленные программы. Это авторство Илона. Вот Илона Шабанова, которая сейчас написала о том, что печаль, что заканчивается обучение, хочется, чтобы не заканчивалось. Вот эту форму придумала она. Это она автор такого формата заключения после бесплатных диагностик, который никто, ну, ни в одном другом методе не дает. А я хочу тоже, так, чего? Я хочу, где, 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 где же? Я хочу тоже купить, но я уже заканчиваю учиться. Я решила, что хочу социальное мужество. Елена, в социальном мужестве будет тоже интересно. Это, кстати, дополнит социальное мужество. Я не хочу сейчас переключать вас на социальное мужество. Это дополнит. Это понимание по мышцам – это крутая штука. Все, прекрасные мои любимые. Я с вами буду, по-моему, мне можно ставить зачет. Нет, нельзя мне ставить зачет. Все-таки два часа. Ну, два часа, а не два сторона. Я учусь, правда, я справляюсь. Ну, похвалите меня. То я справляюсь и не задержала вас на два с половиной часа, как это обычно. Два с половиной, три и выше. Окей. Не вижу, что вы меня хвалили. Я вот не поняла. Ладно. По-моему, все. Да, Оль, есть ли мне еще что-то сказать? Все остальное скажу уже я в личных сообщениях. Хорошо. Все остальное скажет Оля в личных сообщениях. Вика, мне есть еще что-то сказать? Тебе есть что-то сказать? А то я тебя сегодня не дергала, поэтому я и сейчас тебя не дергаю. Я могу сказать, что мне все очень нравится. Я хочу купить еще. Вика, нет, ты куратор. Вика, нет. Вика, у нас еще будут бизнес-расстановки. Готовься к осени. Да, у вас будут. Вам можно будет зайти. Нет, потому что бизнес-расстановки буду вести только я. У меня кураторов на бизнес-расстановке нет. Поэтому сейчас первый поток бизнес-расстановок – это будет заточка. Кураторы пойдут по рукам. Из этого проекта последующих. Вы невероятно. Янин, спасибо большое. Так, благодарю за энергетическую инсайту. Хвалим, хвалим. Я бы и четыре часа сидела. Мы с вами еще встретимся. Уже оплатила. Круто, ура. Мы вас любим. Я вас тоже. Не поверите. Я вас тоже. Все, прекрасно. Затем я с вами прощаюсь. Напоминаю, что у вас есть время оставить заявку. Сейчас посмотрите еще. Вот, да, вижу уже платеж, кстати. Вижу еще заявки. Вижу еще заявки. Сейчас. Вот еще. Подожди. У меня не всегда просто здесь… Ой, Савчук, Янина, и вы тоже зашли. Круто. Я вас поздравляю. Это я… У меня просто часть приходит в заявок сразу на телефон. А часть не сразу. Но прямо сейчас сидит… Зима сидит прямо сейчас, мониторит сайт и сразу отправляет. С вами сразу будет связываться Ольга. Выяснять, прошла оплата, не прошла оплата. Это сразу, ну, о том, чтобы отмечать все условия, на которых вы зашли, все подарки, на которых вы зашли. Все это сразу сейчас будет мониторить. Все. У вас есть 24 часа оставить заявку и оплатить. Я уже оплатила. И Ольга подтвердила. Оля, ура. С Монобанка все окей? Круто. Иногда с Монобанк блокируют. Я просто точно знаю, я писала. Иногда почему-то Монобанк блокируют. Я не знаю почему. У меня нет ответа. Но знаю, что такое бывает, что наши украинские карты иногда блокируют. Все. На этом я с вами прощаюсь. Ненадолго. В субботу. У вас в субботу. И мне очень важно, вот, аудитория, люди, аудитория. Мне очень важно ваша обратная связь про то, что будет происходить в субботу. Я не смогу присутствовать. Это полностью творчество кураторов и выпускников будущих. И с моей стороны я даю вам и им пользу представиться, вам пользу, получить эту пользу. Но мне очень важно, интересно, ваша обратная связь. Если вам такое интересно будет, мы будем периодически такие вещи делать, такие повторять. Мне очень интересно, насколько интересно вам. Вы поняли. Поэтому в субботу, пожалуйста, запланируйте себе время. В субботу у мастера делают марафон практик. А я буду держать за них и за вас кулачки. Все. Вы лучше. Спасибо большое, Евгения. Я с вами прощаюсь. Да, я же прощаюсь уже. Называется «Уберите ее кто-нибудь». Выключите третий микрофон. Все. Я выключаю третий микрофон. Я выключаю запись. И мне интересно, я тоже не могу, в котором часу? С десяти, по-моему, мы говорили, с десяти по Киеву. Нет, с десяти по Берлину. С три по Киеву. Я завтра вам отправлю весь анонс. Проследите, пожалуйста, загляните. Обязательно завтра на канал я отправлю анонс, в котором часу. Программа, какие будут практики. И полностью вам завтра все это дело отправлюсь. Загляните, не забудьте. Дочери фестиваль. Может быть, будут записи. Я не знаю. Я еще этот момент и говорю в четверг. С Викой и они. Выключать третий микрофон, да? Выключать, да? Нет, 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 нет. Я еще... По уговариваю, по уговариваю. Ну, в общем, вы поняли. В команде классно. По меньшей мере ржачно. И, кстати, то, что у меня такая... Очень крутая команда, офигительная команда, это один из кусочков того, что я действительно... Коллеги, простите, я тестила, кто усиливает проект. Я понимала, кого я зову, кого я хочу видеть, и с кем мне кайфово работать, с кем меня будут переть работать. Все. Я вам похвасталась. Я вас люблю. Я пошла отдыхать. Вам желаю удачных решений. И увидимся на проекте. Я так надеюсь. Очень-очень. Я вам еще, по-моему, не сказала, да? Нет, я говорила о том, что осенью... Да, будет проект осенью. Кстати, будет проект осенью. Будет. Меня кто-то спрашивал, будет ли следующий проект осенью. Осенью проект будет, но цена там будет поднята почти в два раза. Я про это тоже говорила. Поэтому, если вы думаете, да, можно на осень, но цена будет поднята почти в два раза. Я очень много делаю для того, чтобы этот метод популяризовать. Все. И это офигительно крутая штука, которая равна на рынке, на этом этапе нет. Все. А какая цена сейчас? И в этом месте я икнула дважды. Значит, какая цена сейчас? Честное слово, это не специально. Это не я. Это не специально. Это, честно, вот прям такой вопрос. Какая цена сейчас? В зависимости от того, какой пакет. Базовый пакет. Это там, где есть все материалы, парные практики и ответы, встречи, ответы на вопросы еженедельные. Неделя я, неделя старший куратор. Стоит 200 евро в месяц. Один модуль стоит 200 евро. Пакет профи, который включает в себя все то, что в базе, все то, что в базовом пакете, плюс обратная связь по каждому заданию, плюс сопровождение поддержка куратора, плюс кураторские супервизии. Это практики с последующим разбором, плюс возможность европейской сертификации, плюс возможность зайти в команду кураторов, плюс практика с моей аудиторией, возможность продавать свои услуги, плюс возможность зайти в команду консультантов школы, стоит 350 евро. 350 евро. Один месяц, один модуль стоит 350 евро. Пакет профи плюс, наверное, это все то же самое, что есть в профи, плюс еще две мои дополнительные сети. Он стоит 850 евро в месяц, но боюсь, что там нет мест, потому что мест там очень ограничено, и, похоже, их все забрали. Поэтому я, ну, сказать сказала, но на самом деле ориентируйтесь либо на базу, либо на профи. Светлана, это точно ваше сопротивление завершить. Евгения, каюсь, боюсь, что вы правы. Боюсь, что вы правы. Все, я надеюсь, что я ответила на все вопросы. Я же на все вопросы ответила. После вопроса, какая она сейчас, я задумалась, может, еще что-то. И тогда я с вами прощаюсь. Верно сейчас я прощаюсь с вами. Гоу! Принимать верные решения. Гоу! Получать подарки. Гоу! Менять свою жизнь. Встретимся в самом ближайшем будущем. Пока-пока. Запись выключила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова